Уважаемые зрители, коллеги, я вас приветствую. Во-первых, нашей дорогой гости вопросы я буду задавать те, которые вы мне написали. Благодарю вас за ваш вклад, ваше участие. И смею предположить, что к вашему завершению изучения этого выпуска вы будете немножко уже отличаться от того вашего состояния, в котором вы пребывали до того, как вы начали его изучать. Итак, много гипотез, важных открытий прозвучит далее. С вами Альберт Сафин и в гостях у меня Мария Сафина. Мария, я тебя приветствую. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Привет, Альберт, я тебя тоже приветствую. Меня зовут Мария Сафина, я нутрицолог, специалист по здоровому питанию. Помогаю своим клиентам наладить, соответственно, здоровое питание, создать свой сбалансированный рацион питания, повысить количество энергии, уровень, качество жизни с помощью введения нужного количества белка, жиров, углеводов. То есть оптимизация рациона питания происходит. И оптимизация происходит как по макронутриентам, белку, жирам, углеводам, по количеству энергии, по витаминам, минералам, то есть микроэлементам. И также очень важной частью работы нутрициолога, я считаю, введение здоровых привычек, то есть из хаотичного, такого беспорядочного рациона создать систему здорового питания, когда человек знает, что он ест, зачем он ест, когда он ест и, соответственно, какие следствия для здоровья его рацион питания для него даёт. Понимать все плюсы и минусы и делать выводы для себя, исходя из этого. А вопрос питания крайне важен. А приглашаю, отвечая на вопросы, можно на меня смотреть, иногда обращаться к зрителю. Да, мои дорогие, это новый для нас опыт. У нас тут целых, кстати, три камеры, что бы вы думали. Итак, что есть, зачем есть, когда есть, куда кушать? Насколько это важно? Ведь человек во многом это то, что он принимает в пищу. Итак, я, разреши, пожалуйста, буду задавать вопросы тебе, которые есть в заготовках. Сразу к делу. Итак, Светлана спрашивает. Мария, что вы думаете про кетодиету? Это очень хороший вопрос. Кетодиета сейчас невероятно популярна на волне маркетинга в том числе. И я бы хотела начать с того, что диета – это всегда ограничительный тип питания. То есть как-никак мы в какой-то мере себя ограничиваем. Ограничительный тип питания никогда не ведёт к формированию здоровых привычек в перспективе. И это тот тип питания, который нельзя использовать для построения своего здорового образа жизни на долгие-долгие годы. Кетодиета не рекомендована международными различными ассоциациями и ВОЗ как оптимальный режим питания, рациональный и сбалансированный для того, чтобы человек жил и счастливо поддерживал себя в здоровье и в здоровых привычках. И теперь вот именно про кетодиету. Давайте посмотрим, чтобы сделать выводы, какие соотношения нутриентов у нас используются в кетодиете. Это большое количество жиров, больше 90%, это малое количество белка и малое количество углеводов. И, соответственно, так как мы какие-то нутриенты уменьшаем в своём рационе, мы получаем некоторые минусы для своего здоровья. Смотрите, малое количество белка ведёт к недопоступлению белка, соответственно, человек не добирает белка. Что мы получаем? Какой минус? Это потерю мышечной массы. Это такая потенциальная опасность, потенциальный риск. Далее, углеводов мало. Углеводы – это гликоген. Гликоген – это наша энергия. Гликоген у нас запасается в мышцах, в печени. То есть это сразу падение силовых на тренировках. И это такая небольшая слабость, апатия. Да, у вас будет какой-то прилив энергии сначала, но это будет не на углеводах совершенно. Это будет на мотивации. Как всегда начали, приступ такой мотивации сработал, и вам хорошо. Но потом последствия обязательно будут. Далее, углеводы – это витамины группы В. Это участие в формировании слизистых. То есть здесь человек, который только перешёл на кето или практикует в течение двух недель, он может почувствовать сухость слизистых, сухость глаз. И вот такие вот есть штуки. Далее, это клетчатка. Очень важно. Очень мало клетчатки на кето-диете. Поэтому все люди, которые практикуют кето-диету, они страдают различными запорами. То есть это проблема ЖКТ абсолютно у всех людей, у которых кето-диета. И в том числе у людей, которые у врача находятся на каком-то обследовании. И он означает им кето-диету. Это, наверное, основные. Далее. Кето-диета – это много жиров. Жиры, какие используются в кето-диете, это преимущественно насыщенные жиры. То есть человек радуется. Ой, я сейчас буду больше масла есть, больше жирненького мяска. То есть включает в основном те жиры, которые содержат много холестерина. Как следствие органичное – это повышение холестерина крови. И, соответственно, нарушение липидного профиля крови. Вообще, международными рекомендациями кето-диета является стратегия лечебного питания для людей, больных ожирением. Первая, вторая, третья степени. То есть это стратегия питания для того, чтобы улучшить чувствительность к инсулину у людей, которые больны ожирением. Для здорового человека, чтобы просто похудеть, не нужно увеличивать до такого количества жиры и вгонять свой организм в стресс. Кето-диета используется только в практике врача-диетолога, когда у человека действительно есть серьёзные метаболические нарушения, гормональные нарушения. Как я сказала, это инсулинорезистентность, это метаболический синдром. То есть это повышенное артериальное давление, гипертензия. Это сахарный диабет второго типа. Это лептин-резистентность. То есть это человек, которому сложно самому внедрить какие-то привычки здорового питания. Но их вообще нет. И поэтому, чтобы подстегнуть немножко организм к окислению жиров, чтобы процесс пошёл, вводят кето-диету. В стационаре человек находится, у него берут анализы крови на содержание кетонов обязательно, потому что при кето-диете образуются такие тела. Это продукты неполного окисления жиров у нас в организме. Они называются кетонами, они накапливаются у нас в крови. И, соответственно, всё это нужно регулировать. И также такие продукты, как ацетоацетат, гидроксибутират. То есть от человека пахнет ацетоном при кето-диете, это нормально. С этим нужно смириться. Далее, если вы в домашних условиях практикуете кето-диету, что я совершенно не рекомендую, потому что, как я сказала, это лечебный такой способ питания, то вы никогда без специальных тест-полосок, которые опускаются в мочу и смотрят ЦПАЖ, не узнаете, в кетозе вы или нет. То есть это единственный вариант, когда вы узнаёте на кето-диете вы или нет. Большинство людей, которые думают, что они на кето-диете, на самом деле в домашних условиях находятся в таком питании, как LCHF. Это высокое количество жиров и низкое количество углеводов. До кето-диеты это питание не дотягивает. То есть кетоны образуются, но их образуется малое количество, чтобы назвать это питание кето-диетой. То есть, по сути, человек просто ограничивает калории, и в этом ограниченном калораже он просто повышает количество жиров. Да, ему сытно, но по результатам исследований, затем после отмены такого питания, отмены кето-диеты, концентрация гормона голода, грелина, наоборот, растёт. То есть у человека при кето-диете не формируется ни здоровых привычек питания, он не понимает, как же ему дальше-то жить с данным типом питания. То есть это просто такая вот стратегия очень кратковременная. Дальше. Во всех рекомендациях врачебных, лечебных говорится о том, что после того, как кето-диета завершится с помощью лечащего врача, соответственно, диетолога, эндокринолога, пациенту должны читать специальные лекции, вводить его в курс того, что далее он должен с углеводами и по правилу здоровой тарелки в том числе, используя рекомендации ВОЗ, перейти на сбалансированное питание. То есть сразу клиенту-пациенту, то есть не клиенту, а пациенту, ему говорят, что это не на всю жизнь. Кето-диета используется для краткосрочной такой терапии, и максимум это два месяца, ну вот максимум. Плюс исследований на здоровых людях в течение долгих сроков проведения данной диеты нет. То есть все исследования положительные, дали положительный результат на людях с диабетом, с ожирением, с инсулинорезистентностью и с теми синдромами, о которых я говорила. Здесь все плюс, потому что человек начинает худеть. Любая диета, когда есть дефицит калорий, она приводит к похудению. Любая, на гречке, на огурцах и так далее. Меньше калорий вы потребляете, чем... Меньше калорий вы расходуете, чем потребляете, то вы худеете. Если вы начинаете идти в профицит, то вы набираете. То есть у кето-диеты, у любой диеты нет никаких преимуществ перед простым, нормальным, здоровым, сбалансированным питанием, на котором человек развивался исторически, и исторически его тело так и функционировало на нужном количестве белка, жиров и углеводов. Поэтому побочные эффекты есть. Наверное, все слышали, что кето-диета была изобретена для детей больных эпилепсией, но даже сейчас эту диету потихоньку выводят из терапии детей больных эпилепсией, потому что есть другие стратегии питания, менее стрессовые для этих детишек, потому что все те минусы, о которых я говорила, это проблемы с ЖКТ, нарушение профиля липидного тоже здесь есть. И на самом деле, если по-хорошему, то кето-диета проводится с включением небольшого количества насыщенных жиров и продуктов именно жирной молочки, как обычно происходит, жирного мяса, маслица, творожка, 15% сметаночки, 20% молочка жирненького. Нет, нужно включать среднецепочечные жирные кислоты, это кокосовое масло хорошее, это включаются обязательно жирные рыбы, то есть не насыщенными жирами, вот это высокое количество жира обеспечивается, а жирами, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами. Омега-3 жирные кислоты, жирная рыба, водоросли, далее омега-9 жирные кислоты, авокадо, масло авокадо, то есть это такой тип питания, который близок к средиземноморскому, вот такой тип питания, потому что и омега-9, и омега-3 профилактируют у нас липидные различные заболевания, атеросклероз, различные вот эти вот нарушения липидного профиля, они поднимают высокий холестерин и опускают плохой холестерин, нормализуют липидный профиль, и то, что, конечно, сейчас происходит, какие-то марафоны различные, это совершенно не про формирование стратегии здорового образа жизни на долгосрочном основании. Вот что я хотела бы сказать про гетодиету. Не рекомендую никому. Самое прекрасное для здоровья и нужное человеку – это сбалансированное питание, правила здоровой тарелки гарвардской в помощь и комфортный обязательно дефицит калорий. Никаких не надо стрессовых таких диет, диет, ограничений на калорийности тысяча килокалорий, 900 килокалорий и так далее. Принял с благодарностью. Настолько системный, развернутый ответ. Насколько я понял, кетодиета – это в рационе жиры, белков, углеводов, клетчатки там мало, только под надзором врача. И то, когда есть для этого соответствующие предпосылки при лечении в стационаре, может быть уместно. Изо рта будет пахнуть ацетоном. Кроме того, она не может продолжаться всю жизнь. Это чисто временное какое-то явление под надзором врача. А люди зачастую эксплуатируют некомпетентность других и продают им миф о стройной фигуре, используя и паразитируя на таком ключевом слове, как кетомарафон и кетодиета. Правильно? Да, конечно. И доля кетопродуктов на рынке США, в том числе, сейчас растёт. Так же, как и доля продуктов безлактозных, безглютеновых для людей, которые имеют соответствующие заболевания и которых на самом деле 1% от всего населения. То есть высокоспециализированные такие продукты, которые не нужны людям, которые данных заболеваний не имеют. Спасибо большое. Я смею предположить, что Светлана, услышав такой ответ на свой вопрос, сейчас пребывает в некотором шоке, в радости и в благодарности. Светлана, взаимно. Двигаемся дальше. Солнечная Алёна интересуется. Часто бывают проблемы с аппетитом. Он отсутствует. А какие первые шаги могут быть уместны для работы в этом направлении? Отсутствует аппетит? Да, спасибо. Это очень интересный вопрос. Я бы хотела вдогонку к прошлому вопросу сказать, что у меня есть видео на моём канале YouTube про кетодиету, и там есть все актуальные исследования на эту тему. То есть я здесь ничего не придумываю, не голословно говорю. Все исследования есть из англоязычных источников. Можно посмотреть и, соответственно, сделать свои выводы. Насчёт аппетита. Смотрите, это вопрос индивидуальный. Это не общий вопрос. То есть это вопрос рассмотрения рациона индивидуального человека. Что здесь я бы посоветовала? Во-первых, и самое главное, это повести дневник питания. Дневник питания можно вести как в электронном формате, какой-то счётчик калорий можно скачать себе. Мой здоровый рацион, допустим, или Фэдсикрет. Можно всё это делать в письменном виде, как человеку удобно. Самое главное, дневник питания нужно вести в течение 5-7 дней и всё там фиксировать. Абсолютно все приёмы пищи и воду, и напитки, и завтрак, и обед, и ужин и так далее. Лучше всего это делать в счётчике калорий, чтобы понимать, сколько калорий человек набирает. Посмотреть, сколько приёмов пищи. Потому что очень часто то, каким мне клиент, допустим, сдаёт дневник питания, не отражает совершенно то, что на словах он говорит о своём питании. Мы можем думать о своём питании всё, что угодно. Что я ем рыбу, что я ем авокадо, что я питаюсь углеводами, и они у меня три раза в день. Но на деле может быть такая штука, что рыбы в течение этих 5-7 дней нет. В основном углеводы представлены либо белым хлебом, либо небольшим количеством рафинированных каких-то углеводов вроде кускуса. То есть, видите, ну вот так вот. Может быть такое, что человек думает, что он ест 3-4 раза в день, а на самом деле там все и 8 с перекусиками-то. Поэтому очень важно повести дневник питания и посмотреть, какой калораж вы набираете. Может быть, вы набираете настолько большой калораж, что просто вы не хотите есть, потому что перебираете по калориям, и сейчас вы набираете вес. Какой объём порций? Это тоже очень важно, потому что если объём порций большой, допустим, много клетчатки, много жиров в том числе, у вас пищеварение происходит медленно, вам тяжело, и, конечно же, вы не хотите есть к следующему приёму пищи. Далее. Сколько у вас перекусов? Может быть, у вас постоянно идут перекусики, вы перекусываете, перекусываете, и когда дело доходит до основных приёмов пищи, просто уже есть-то, в принципе, не хочется, потому что перед этим вы и творожка закусили, с бананчиком, и ещё что-то, какие-то печенюшки и так далее. То есть вот нужно на это обратить внимание. Далее. Я бы порекомендовала использовать формулу мифлина-джиора, посчитать калорийность своего рациона, посмотреть, сколько вы по факту набираете, сколько вам нужно сравнить, сколько у вас там профицит, дефицит, рассчитать белки, жиры, углеводы, обязательно посмотреть, что у вас по ним, перебираете или не добираете вы по белкам, жирам, углеводам, и затем уже из этого делать вывод, посмотреть, какого качества и количества вы вообще нутриенты набираете, из каких источников. То есть это тоже очень влияет на сытость. Большое количество жиров, да, жиры держат сытость, твёрдый белок держит сытость, большое количество клетчатки держит сытость, вообще большие объёмы пищи держат сытость. Конечно, это надо анализировать индивидуальный рацион. Причин может быть много. Плюс это может быть стресс, допустим, это может быть бессонница и так далее, какие-то переживания на работе, фокус внимания на чём-то другом, какие-то психологические аспекты тоже имеют место быть. Поэтому индивидуально. Но можете начать с введения дневника питания, подсчёта калорий и сравнивания того, что вам нужно, согласно вашему образу жизни, с тем, что есть по факту. Спасибо большое за ответ. Очень ценная мысль. Записал. То, что клиент думает о своём питании, не всегда соответствует тому, что есть по факту. Вот так вот. Итак, двигаемся дальше. Марина Батурина. Следующий вопрос у неё. Я прочитала о пользе горячего напитка с агар-агаром, который японцы используют в своём здоровом питании. Как ты относишься к этому напитку и рекомендуешь ли ты его в диетах? Сколько тут пресуппозиций, правда? Да, сразу диета. Ограничительный тип питания. Есть волшебный напиток, благодаря которому можно стать стройной, худой, красивой, оказывается. Вот один напиток. Ладно, это уже шутки. Да, может быть. Пошли. Так? Смотрите. Агар-агар. Давайте начнём тогда с него. Чтобы сделать вывод о том, нужен вам какой-то продукт или нет, мы должны посмотреть, что же он из себя вообще представляет по своему биохимическому составу. Что такое агар-агар? Если вы не знаете этого, я-то знаю, что такое агар-агар, из интернета вы можете посмотреть в гугле, загуглить, в Википедии лучше всего, и посмотреть, что же это. Белок, жир, углевод. И исходя из этого, можно сделать хоть какой-то первоначальный вывод. Во-первых, агар-агар – это полисахарид. Водоросли содержатся, соответственно, в водорослях. Полисахарид – это сложный углевод, и агар-агар относится к растворимым пищевым волокнам. Например, еще могу привести такие примеры пищевых волокон, как пектиновые вещества. Очень известные. Они есть и в смородине, и в яблоках, и в косточковых, различных, такие как нектарины, абрикосы, персики. Еще в крыжовнике есть, в малине, в вишне. Агар-агар есть в водорослях. Когда водоросли мы опускаем в водичку, в такую тепловатую, они не растворяются, они становятся более мягкими, приобретают более желеобразную консистенцию. И виной этому именно агар-агар. Он преобразуется в студнеобразную консистенцию при растворении его в теплой воде. Именно поэтому японцы пьют его растворенным в теплой воде. Почему? Потому что там он и образует такой студень. Если мы охладим агар-агар, растворенный в теплой воде, и это будет уже что-то холодное, это будет студнеобразная такая консистенция. Соответственно, это полисахарид. Что может он делать? Он может улучшать липидный профиль крови. Каким образом? Он в нашем толстом кишечнике связывается с избытком насыщенных жиров. Переели мы насыщенных жиров, вот как в кето-диете, постоянно питаемся маслом, масляными какими-то продуктами очень жирными. Свининка жирная, говядинка жирная, сосиски, колбасы. Там тоже, соответственно, будут насыщенные жиры. Имеем лишний вес. Соответственно, у нас, если холестерин крови повышен, много лип протеинов низкой плотности, мало в высокой плотности, то, соответственно, излишек холестерина, у нас такие вещества, растворимые пищевые волокна, они связывают с толстым кишечником и способствуют выведению скалом. Соответственно, из чего выделяется агар-агар? Из водорослей. Помимо агара-агара, в водорослях есть что? Йод, селен, цинк. Да, вы понимаете, небольшое количество витаминов группы В, йод у нас профилактирует заболевание щитовидной железы. То есть, вместо того, чтобы дорогостоящим образом выделенный агар есть отдельно как добавку, рациональнее добавить водоросли, которые имеют еще плюс вот этих вот бонусов, множество, какие-то можно зеленые водоросли, бурые и так далее. И, кстати, в водорослях есть хлорофилл, это сильнейший антиоксидант. Классно. Либо вместо того, чтобы эту добавку покупать, я думаю, что она достаточно дорогостоящая, она же там как-то очищается, мы можем взять аналог, мы можем взять пектиновые вещества, которые уже содержатся в смородине, то, что я перечислила, и помимо пектиновых веществ, в данных монопродуктах, в цельных, содержится огромное количество антицианов, это фенольные соединения, которые удаляют избыток свободных радикалов, то есть окислительным процессом разным препятствуют. Далее, это огромное количество витамина С, 100 граммов черной смородины закрывает на 200% потребность человека в витамине С. Это огромное количество и нерастворимых пищевых волокон, то есть клетчатки, это витамины группы В, это каротиноиды, сильнейшие антиоксиданты, в том числе, которые препятствуют окислительным процессам в сетчатке нашего глаза, то есть профилактируют ухудшение зрения. То есть вместо того, чтобы покупать какой-то агар-агар, мы можем просто ввести монопродукты, которые будут намного дешевле, во-первых, они и будут обладать еще огромным количеством бонусов по сравнению с выделенным веществом. И не нужно искать волшебную таблетку на самом деле. Те же самые пищевые волокна из смородины и яблок будут действовать точно таким же образом. То есть они тоже будут связывать излишки холестерина, способствовать нормализации липидного профиля, связывать излишки каких-то трансжиров и так далее. То есть это будет такой же эффект, но бонусов-то будет гораздо больше. И плюс вот эти все овощи, ягоды, они будут считаться вам в норму клетчатки. Прекрасно набираете норму клетчатки, 25-30 грамм для взрослого человека, получаете массу бонусов, которую я сказала, получаете улучшение перистальтики, потому что как раз нерастворимое пищевое волокно в ягодах и фруктах улучшает перистальтику, способствует формированию стула, способствует формированию у нас, соответственно, каловых масс и нормализует работу ЖКТ. Это ещё и будет у нас пребиотик. Понимаете, да? Это здоровая среда для формирования нашей кишечной микрофлоры. Купили мы какой-то агар-агар, который какие-то японцы, которые питаются, как-то мы не знаем как, да? Нужно посмотреть ещё исследование. И эффект вы можете никакой не получить. Не нужно искать волшебную таблетку. Формируйте свой рацион грамотно и смотрите, какие есть аналоги в ближайшем супермаркете. Суперфудов не бывает, потому что, на самом деле, всё наше питание в комплексе – это суперфуд. Мы сами формируем свой суперфуд с помощью каждого нашего приёма пищи. То есть вывод. Никаких волшебных свойств нет. Сконцентрируйте своё внимание на тех продуктах, которые рядом у вас прямо находятся, и оттуда вы получите намного больше бонусов. Надежды на какой-то волшебный продукт питания важно отпустить. Кстати, благодарю за вот эту идею. Я у себя пометку сделал. Рассматривать приём пищи не с точки зрения того, модно это стильно, современно, а с точки зрения того, какие белки, жиры, углеводы – это есть, да, нутриенты? Да, макро-нутриенты. Я употребляю сейчас в пищу. Вот, например, когда у меня обед, допустим, в кабинете, я вижу, что у меня вот лосось, да, есть. Это как источник белков и жиров хороших, правильно? Да. Это гречка, как источник углеводов, правильно? Это свежие овощи порезанные, как источник клетчатки. Да. Вот так вот рассматривать. И это монопродукты, которые, употребляя в пищу, я и создаю вот этот суперфуд своим организмом. Тоже вот эта идея очень сильная понравилась, что суперфуд – это не нечто, что можно купить где-то там, а это и есть весь рацион, который человек употребляет в пищу, правильно? Да, конечно, да. Спасибо большое. Большой привет. Приглашаю двигаться дальше. Надежда Граппе интересуется вашим отношением к сыроедению. Сыроедение. Очень интересная тема. Давайте начнём, наверное, с того, что это один из видов вегетарианства. Вегетарианство – это, соответственно, добровольный отказ человека от мяса, от суппродуктов, то есть от красного мяса, да, допустим. Вегетарианство бывает различное, при этом в рационе могут оставаться продукты животного происхождения. Приведу примеры. Допустим, ово-вегетарианство, ово-лакто-вегетарианство – это когда ово, то есть яйца человек ест, но при этом он не ест красное мясо, не ест суппродукты, допустим, он не ест птицу, но мясо есть, ой, но яйца есть. Ово-лакто-вегетарианство – есть молоко, есть яйца, ну, различные такие сочетания. И ещё есть пескетарианство – это, на самом деле, на мой взгляд, самый классный здоровый вид вегетарианства, когда есть в рационе рыба. Рыба жирная, и, соответственно, здесь человек имеет больше шансов, то есть он имеет все шансы построить прекрасный, сбалансированный рацион. И есть более ограничительные типы питания, то есть веганство – это нет продуктов животного происхождения, но человек термообрабатывает еду, то есть у него достаточно сбалансированный рацион может быть при грамотном подходе. Да, будут дефициты, и такому человеку уже нужно будет наблюдаться пожизненно у врача, конечно же, чтобы избежать дефицита и раза, и где-то, наверное, раз в три месяца обязательно сдавать различные показатели по рекомендации врача и мониторить множество показателей здоровья. Потому что чем больше ограничений мы вводим в рацион, тем, соответственно, большие риски для здоровья мы сами для себя сознательно формируем. Выводя что-то из рациона, не нужно думать, что организм эти элементы как-то откуда из воздуха будет получать сам. То есть мы убираем мясо, мы убираем белок, мы убираем креатин, мы убираем витамины группы В, мы убираем железо, которое для женщин очень важно, просто жизненно важно. Также, если человек убирает, допустим, молочку, это кальций, это тоже белок. То есть вы видите, чем больше продуктов мы выводим, тем более пристальное внимание к своему питанию у нас должно быть. Понимаете, да? Если мы убираем белок животного происхождения, мы получаем здесь крупы и бобовые. Это неполноценные белки, крупы лимитируют по лизину, бобовые по метионину, по аминокислоте, если говорить про белки. И, соответственно, вегетарианцу нужно совмещать грамотно эти продукты в рационе, чтобы получать полноценный набор аминокислот. Плюс всегда нужно учитывать то, что белок и все нутриенты, такие как кальций, магний, фосфор, калий и так далее, намного лучше усваиваются из животных продуктов. То есть убирая животные продукты или сокращая их количество, мы автоматически сами себя обрекаем на то, что все нутриенты у нас будут меньше, намного всасываться, в том числе и железо. Несмотря на то, что железа в гречке много, но всасывается-то оно на сколько? На 5%, да? Оно не гемовое. Нам нужно гемовое железо. А гемовое железо где содержится? В мясе и в субпродуктах, от которых человек отказался сам. То есть железо – это вообще один из показателей, который обязательно нужно мониторить. Конечно, можно использовать различные интересные способы для того, чтобы поднять всасываемое железо из негемовых продуктов. Это способы, допустим, такие, как использовать витамин С и так далее. Но сейчас, наверное, не буду я углубляться в них. И, соответственно, вегетарианец не использует продукты веган, да? Уже веган. Вегетарианец использует продукты животного происхождения, хотя бы веган уже не использует. У него растительные продукты, а сыроед, он их даже и не термообрабатывает. То есть термообработка дала человеческому организму такой бонус, что термообработанные продукты это уже размягчённый продукт. Размечается клетчатка, немножко гидролизуется белок, у нас крахмал тоже гидролизуется, то есть он легче усваивается нашими ферментами. Это облегчение работы для наших пищеварительных ферментов амилазы, пептидазы и так далее. Карбогидраз. И вот этот человек, сыроед, он и это обрубает себе. То есть у него будет плохо усваиваться нутриенты, ему будет тяжело, будет много клетчатки, будет трудно набрать норму хорошо усваивающегося белка. Конечно, вот у таких видов вегетарианства есть бонусы, о которых и говорят исследования. У меня, кстати, есть выпуск большой про веганство, вегетарианство, можете почитать исследование. Исследование в том, что меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний, есть достаточное количество B9, фолиевой кислоты, которая участвует в эритропоэзии, но при этом у сыроедов и у веганов нет очень важного витамина группы B, это B12. Он содержится только в животных продуктах. То есть если у человека есть хотя бы какие-то животные продукты, ну хоть он оставил себе сыры, творог, вот такие какие-то, он набирает B12, B12 у нас участвует в эритропоэзии тоже. То есть это профилактика анемичных состояний. Анемичные состояния связаны с потерей работоспособности, слабостью, бледностью, кожных покровов и так далее. То есть с качеством жизни, можно сказать. И вот такие вот штуки можно себе заработать, когда ты рацион свой очень сильно снижаешь по различным нутриентам, ингредиентам и так далее. То есть здесь нужно понимать, что чем меньше у вас будет разнообразие рациона, тем больше ответственности вы несёте за своё здоровье, и тем больше нужно внимания к каждому приёму пищи. Я сыроедения не приветствую, не поддерживаю такие рационы питания. С вегетарианством, пескетарианством с удовольствием я работаю, и клиенты у меня есть, и на курсе у меня есть прекрасные вегетарианцы, которые составляют свой рацион сбалансированно, и большие молодцы. Всем этим людям нужно обязательно считать, в том числе считать калории, считать белки, жиры и углеводы, чтобы понимать, что они набирают и где они перебирают, потому что перебрать, допустим, можно по клетчатке, это будет постоянная проблема с ЖКТ, вздутие и тяжесть. Нужно правильно продукты совмещать, чтобы понимать, что нужно добавить к продукту, чтобы улучшить всасываемость того же железа, кальция и так далее. В общем, очень много на самом деле сложностей, и чем больше ограничений в питании, тем сложностей больше. Просто среднестатистический человек этого не понимает. Среднестатистический человек и сбалансированный этот рацион себе не может составить на основании белков, жиров, углеводов. Что же говорить, когда он убирает просто группы продуктов и через полгода сталкивается с огромным количеством дефицитов? Решайте для себя сами. Сыроедение не приветствую ни в каком виде. Вегетарианство здоровое, допустим, с рыбой, с хорошими источниками жирных кислот, жирная рыба, хорошая, холодных вод, скумбрии и так далее, авокадо, прекрасные источники, с яйцами, с творогом. Пожалуйста, почему бы и нет? Спасибо. То есть, если у человека есть хобби, сыроедение, как хобби можно назвать, ну, разве сыроедение не может не быть хобби, если у человека есть оно в жизни, сколько требует к себе внимания, но это немножко мы шутку добавим, то будет важным это наблюдаться у врача и регулярно сдавать анализы, дабы не навредить своему организму, правильно? Да, конечно, и такой человек должен понимать, что он должен быть очень высоко образован в сфере здорового питания, если он не работает со специалистом, ну, с врачом, как минимум, он должен работать, но если он не работает с нутрициологом, этот человек должен постоянно повышать свою компетенцию и быть профессионалом в сфере питания, потому что грамотный рацион сыроеду и вегану может составить только профессионал, человек, который не обладает знаниями для того, чтобы хотя бы по правилу здоровья тарелки составить сбалансированный рацион, не сможет себе 100% составить хороший рацион, который обеспечивает его нужными эссенциальными элементами питания, которые должны поступать у нас в рацион каждый день и они не синтезируются, это я сейчас скажу тогда, это белок, если говорить про белок, это незаменимые аминокислоты, валин, лейцин, залейцин, метионин, трептофан, аргинин, гистидин, фенилаланин и другие, они не синтезируются в организме, должны поступать каждый день, это омега-3 жирные кислоты, они синтезируются, должны поступать в лучшем случае каждый день, это все витамины, все минералы абсолютно, не нужно надеяться на то, что микрофлора что-то там синтезирует, она синтезирует немножко, использует для себя, это витамины группы В, сложные углеводы, это биофлавоноиды, которые у нас замедляют различные перекисные окисления и, соответственно, это и есть антиэйдж, вот, наверное, вот они все, белки, жиры, углеводы, все, да. Спасибо большое, Мария, приглашаю двигаться дальше, Лена Ефимова, ее заботит, вот какой вопрос, Мария, что вы думаете про периодическое или интервальное голодание? Да, вопрос очень хороший, смотрите, тоже, периодическое интервальное голодание, это голодание по показаниям для людей с избыточным весом, ожирением, то есть это стратегия, такая же, как и эта диета, это, да, стратегия, которая используется краткосрочно для того, чтобы повысить чувствительность к инсулину у людей с диабетом, ожирением, диагностированным, первая, вторая, третья степень ожирения используется, соответственно, по рекомендации врача, далее, после этого человеку даются рекомендации переходить на здоровый образ жизни, на полноценное питание, соответственно, через какие-то определенные промежутки времени, допустим, 3-4 часа, которые рекомендуется лечащим врачом, то есть это краткосрочная стратегия, ограничительная, почему она ограничительная, она даже не советуется людям, которые склонны к РПП, и вообще такой тип питания, он очень даже ведет к различным проблемам с пищевым поведением, потому что человек себе ставит первое ограничение, это пищевое окно, мне нельзя есть после 8 часов вечера, а когда мы что-то ограничиваем, что у нас возникает? Желание, тяга поесть после 8 часов вечера, и если человек начинает, вот хочется ему съесть, он вдруг что-то съест после 8 часов вечера, что возникает? Чувство вины, человек постоянно начинает в этом крутиться, постоянно себя грызет, я нарушил систему вот эту вот строгую, на самом деле, вот с точки зрения психологической, сложный очень тип питания, и не всем он подходит, и я его не рекомендую, не строю на нем свою практику никогда, ограничение себя как по времени, как по различным каким-то видам продуктов, это всегда не ведет к формированию здоровых привычек на долгосрочной перспективе, когда вы хотите снижать вес, вы себя спросите, вы как вообще хотите питаться в долгосрочной перспективе, не два же раза в день, не считая же постоянно время 20.00, все, есть нельзя, нет, питаться нужно так, чтобы вам это было комфортно, чтобы для вас это было стрессом, и рационально начинать снижение веса именно на таком питании, которое вы далее будете поддерживать, комфортно, то есть на обычном сбалансированном питании, даже если посмотреть, да, вот интервальное голодание, чистые промежутки, если человек ест 3-4 раза в день, он поел с утра в 9 часов, плюс 4 часа это там 12, плюс еще 4 часа это 16, и плюс еще 4 часа это там 20, вот, пожалуйста, 4 приема пищи полноценных, между ними, если приемы пищи составлены правильно, не хочется ни конфет, ни печенья, ничего, то есть вот они, чистые промежутки, и вспомнила одну интересную вещь, ведь у нас интервальное голодание, оно по мифам связано с аутофагией, то есть с очищением клеток от каких-то там мусора какого-то, да, и так далее, вот смотрите, во-первых, что такое аутофагия, ну, было доказано, что это не связано ничего, у нас в каждой клеточке есть такая органелла, которая называется лизосома, лизосома, это нормальная, здоровая органелла, которая удаляет различные метаболиты, то есть которые образуются при здоровом функционировании организма, это не какие-то там ужасные токсины, это не какие-то шлаки, это простые продукты обмена, которые у нас лизосомы удаляют, вот мы, допустим, ходим в туалет, да, и то, что получается, это наш нормальный продукт обмена веществ, мы же не считаем это каким-то шлаком и таксином, это нормально, то же самое, что и в каждой клетке, у нас тоже есть продукты обмена веществ, для которых есть утилизатор, который называется лизосома, лизосомы прекрасно утилизируют все метаболиты и без интервального голодания, то есть они же не знают, что человек на интервальном голодании, Человек поел, между приёмами пищи лизосомы прекрасно всё это утилизируют. То есть вот этот процесс отечения клетки, который называют аутофагией, он и так происходит, даже если человек не находится на интервальном голодании. Вот и всё. А интервальное голодание, в чём его, так сказать, фишка? Это такой же ограничительный тип питания. Он не будет работать, если у вас не будет дефицит калорий. Опять же, любая диета работает только при дефиците калорий. Как только на кето-диете вы уйдёте в профицит, на интервальном голодании, перейдите гречки на гречневой диете и так далее, вы будете набирать вес. То есть здесь рациональное, опять же, сбалансированное питание, грамотная калорийность и включение всех нутриентов, и белков, и жиров, и углеводов, и, конечно, набор витаминов и минералов. Спасибо большое. Насколько я понял, интервальное голодание только по показаниям врача имеет краткосрочную особенность. Потом с переходом на сбалансированное питание. И в вопросе питания важно думать долгосрочно, а не краткосрочно. С точки зрения того, на какую бы диету сесть, чтобы, наконец, влезть в нужное платье или штаны, сделать фотки на три года вперёд. Да, потому что обычно человек просто не знает, как ему строить питание после диеты. А не нужно вот так относиться. Нужно сразу думать, а какое-то питание мне сейчас уже начать практиковать, чтобы мне потом на нём, соответственно, жить в радости и в здоровье. Сразу нужно думать о здоровье, не только о быстроте результатов. Наоборот, результат должен быть диффузным и таким вот постепенным. Не нужно нацелиться на то, чтобы сбросить в месяц 10 килограмм. Нацеливайтесь на 3-4 килограмма. Вам просто будет потом легче удержать этот вес достигнутый, если вы будете к нему плавно подходить. А если вы сразу поставите себе ограничение, соответственно, у вас, во-первых, будет резкий дефицит калорий, дефицит по нутриентам, по белкам, жирам, углеводам, психологический дефицит, дефицит по витаминам, недополучение. И что потом будет? Будет зажор и набор веса. В результате любой диеты не формируются никакие привычки здорового питания. Человек не понимает вообще, что он ест, как ему обеспечивать далее свой уровень физической активности и свой образ жизни. Спасибо большое, Мария. Следующий вопрос от Лилии. Мария, разреши, я его озвучу. Ну вот я его сейчас прочел, и у меня такая мысль сформировалась, что уже сказанный твой материал уже позволяет на него, опираясь, зрителю на этот вопрос ответить. Настолько подробно и системно раскрываешь, это в тему кетодиеты. Итак, Лилия спрашивает. Есть ли нагрузка на печень от кетодиеты? После того, как я похудела, можно ли постепенно вводить углеводы немного, а то жизнь без фруктов и сладкого грустная немного? Так, очень хороший вопрос. Конечно, нагрузка на печень есть. Соответственно, у нас же выделяются различные метаболиты, и печень должна всё это обезвредить, и выделяются в большей степени, чем они в норме должны быть. То есть в том числе и кетоны у нас должны быть в какой-то определенной концентрации, и если в организме их слишком много, то и воздействие их на организм будет слишком большое, и на печень в том числе. Я сейчас приведу вам пример, и вы, наверное, лучше поймёте. Смотрите, есть рекомендованный процент жира в организме, который говорит о том, что метаболические процессы происходят нормально. Ну, допустим, для женщин это 18-22% жира. Наш жир – это эндокринный орган, то есть он воздействует на наш метаболизм. Когда процент жира повышается, вот 22%, допустим, у женщин 23-24-25-26-28, это ещё в пределах нормы. Допустим, когда процент жира становится 30%, то его воздействие на организм, то есть те метаболиты, которые он вырабатывает, они уже превышают возможности организма справиться с таким количеством жира. То есть, видите, идёт всё равно взаимодействие организма, ответ на большое количество жира. Всё должно быть в меру. Не зря есть различные у нас и референсные значения, не зря есть константы человеческого организма, PH крови, PH мочи, PH слизистых различных. Это разные тоже значения. Не зря есть нормальная температура человеческого тела, при повышении человеку не очень хорошо, при понижении человеку не очень хорошо. То же самое. Не зря есть константы артериального давления, при повышенном давлении человеку плохо и при пониженном давлении человеку плохо. То есть здесь нужно держаться золотой серединой, и тогда всё будет прекрасно. Поэтому, да, воздействие на печень есть, и нагрузка, соответственно, будет по утилизации вот этих всех продуктов, которые образуются в большом количестве. Это и ацетон, я говорила, и кетоновые тела в том числе. И второй вопрос про углеводы. Углеводы, ну так как вы уже перешли на очень ограничительный тип питания, а не нужно было, нужно было питаться с нормальным количеством углеводов, то, конечно, углеводы нужно возвращать в количестве, которые согласуются с вашим образом жизни и уровнем физической активности. Потихоньку, понемножку, если сейчас углеводов нет, то, соответственно, введение резкое, оно тоже может спровоцировать набор веса, потому что углеводы – это тоже задержка жидкости в какой-то мере, этого нам не нужно, потому что поэтому аккуратно и аккуратно обязательно выходить из данного типа питания и переходить на сбалансированное питание. Фрукты, ягоды включать, но всегда помнить, что углеводы в рационе должны набираться на 80% сложными углеводами. Это бурые крупы, темные, это гречка, бурый рис, это красный рис, это перловка, полба, это в том числе киноа, это цельнозерновые различные макароны и различные моносахара природного происхождения, которые у нас во фруктах, в ягодах, фруктозах, глюкозах, они тоже нужны обязательно, потому что там есть еще клетчатка, витамин С, различные бифлавоноиды, антиоксиданты, каротиноиды, и они тоже обязательно нужны. Но приоритет сейчас при введении нужно сделать именно на углеводы сложные, чтобы и набирать калорийность, и держать сытость, в том числе стабилизировать пищевое поведение, потому что сложные углеводы – это витамины группы В, в том числе витамин В6, он участвует у нас в стабилизации пищевого поведения, в пролонгировании насыщения, то есть после такого приема пищи нам не хочется есть через каждые полчаса, плюс сложные углеводы – это магний, магний – это антистрессовый, знаете, наверное, ион, который положительно воздействует на нашу нервную систему, магний плюс В6 прекрасно набирается из круп, и, соответственно, эта связка, она у нас профилактирует различные скачки настроения, перепады настроения и так далее, перепады в пищевом поведении. Вот в крупах обязательно набирайте витамин группы В, магний и так далее. Вводите крупы потихоньку. Вводим крупы. Итак, приглашаю двигаться дальше, спасибо. Ичи спрашивает. Здесь будет вопрос, и уже три варианта ответа на него. Тоже наверняка, думаю, здесь есть, как прокомментировать. То есть человек задал вопрос, и уже три ответа на него дал. Инициатива. Отлично. Как лучше всего питаться, чтобы стройнеть? В одно и то же время режим. Каждые 3-4 часа. Или, третий вариант, ждать, когда проснется сильный аппетит. Что конкретно есть, и здесь вопрос не стоит. Главное, когда. Очень хороший вопрос. Большое спасибо. Во-первых, если вам нужно стройнеть, то, соответственно, вам нужно сделать грамотный дефицит калорий. Даже если вы будете питаться 3-4 раза в день и высчитывать всё это по часам, нет дефицита, нет, соответственно, похудения. Поэтому рассчитывайте грамотный дефицит. Второе. Это примерно... Смотрите, это промежутки времени. Это примерно 3-4 раза в день вы можете разбить свою калорийность рациона, потому что человеку, который на похудении находится, ему... Так, нет, что-то не то я говорю. Нормально, нормально. Мы пишем в один дубль. Вот с точки зрения времени, как на этот фактор следует обращать внимание? Смотрите, в общем, вы делаете комфортный дефицит калорий для вас, и затем вы ориентируетесь на 3-4 полноценных приёма пищи по времени плюс-минус 30 минут, потому что в будущем это даст вам бонус для вашей ферментативной системы. Ваши ферменты уже будут знать, что, допустим, с 15 до 15.30 вы обедаете, и они активируются. Ну, у нас идёт накопление ферментов, да, они активируются, и лучше просто будут перерабатывать ваш пищевой комок. Это вам даст, кстати, бонус в старости, в пожилом возрасте, когда ферментативная система уже не так активна. Поэтому вот таким образом. Мария, комфортный вот вопрос. Знаешь, здесь я вот о чём думаю. Как тебе удаётся помнить такое обилие и глубину терминологии? Может быть, у зрителя сложится впечатление, что, отвечая на эти вопросы, Мария где-то читает с листа. Нет, здесь нет никакого листа, с которого Мария читает. Но такое понимание терминологии, как удаётся это помнить, и в режиме реального времени вот так на вопросы конструировать ответы. В чём твой секрет в этом ключе? Секрет? Да, нет никакого секрета. Мне кажется, что множество людей знает больше терминов, чем я, и намного в этой теме лучше разбираются. Это врачи, которые 6 лет учились на самом-то деле. И я на самом деле, мне кажется, что очень лайтово даже говорю, и у меня нет огромного обилия терминов. Это ничего не учу специально, но читаю книжки, и с помощью видео я в том числе проговариваю эти термины. И иногда, когда я начинала, я даже некоторые термины проговаривала несколько раз. Ацетоацетат, гидроктибутерат, потому что много вот этих вот трудных слов. Ацетальдегид. 10 раз проговоришь, и нормально уже. 10 видео записал, сказал 150 раз слово ацетальдегид, и нормально. Там перекисное окисление липидов в мембранах наших клеток. 10 раз сказал, и уже запомнил. То есть это чтение и проговаривание. Чтение и проговаривание. Я так понимаю, у тебя есть канал, где ты регулярно записываешь видео. Я прекрасно знаю, что у Марии есть канал, и регулярно Мария записывает видео. Мария — моя супруга. Приятно познакомиться вам с Марией. И благодарю тебя за твой колоссальный вклад в здоровье, в питание нашей семьи, в мое благодаря тебе. Как плавно... Я сейчас, оглядываясь назад, вспоминаю, как плавно я работал над завтраком. Помнишь эту кашу с вареньем на молоке? Мне нужно больше сладкого. Мария на меня бочку не катила, не заставляла силой. Это диффузный, плавный подход. Потом я перешел на кашу разваристую, но на воде, но все же с вареньем. А я еще вспомнил большой бутерброд из хлеба, сыра с маслом. Потом плавно был переход в кашу монастырскую, уже ближе к сложному углеводу, как и клетчатки, источник на воде. Потом, помнишь, ягоды. Какие ягоды, говорил я. Не буду я есть никакие ягоды. Я даже помню, когда первые две свои вишенки размороженные съел, в общем, в туалете время проводил, а потом организм адаптировался. Адаптировался – это источник богатых витаминов и клетчатки тоже. Спасибо тебе большое, Мария, за твое отношение к делу. Это плавное, без резких движений. Это очень здорово. Итак, а по поводу терминологии и понимания материала, то есть этот процесс регулярного работы с клиентами, записи уроков и чтения позволяет обеспечить себя соответствующим речевым аппаратом, смыслами, в которых можно вот так ориентироваться. В этом, да? Да, да, конечно. Читать, перечитывать несколько раз, потому что я когда начинала, я несколько раз перечитывала одни и те же термины, смотрела каждый термин в интернете, там, в Википедии и в диетологии. В общем, долго я всё это разбиралась. И сейчас тоже разбираюсь, есть куда совершенствоваться. Благодарю. Приглашаю двигаться дальше. Мария спрашивает. Машенька, где ты берёшь силы, чтобы каждый раз идти в спортзал? Смотрите, когда вы занимаетесь фитнесом или спортом, вы должны для себя критериально оценить выгоды. Какие выгоды мне критериально 1, 2, 3 даёт данный вид спорта? И вы должны их чётко для себя понимать. Не просто я иду, ой, там надо сходить, подружка ходит. Нет. Почему? Какие бонусы? Мне нравится слово бонусы. Какие бонусы я получаю для себя, занимаюсь именно этим видом спорта? Первое. Я не скрою, что для меня на первом месте внешняя составляющая. И именно бодибилдинг я выбрала, потому что он действительно может преобразить фигуру и сделать из одного типа фигуры другой тип фигуры с помощью именно такого точечного вмешательства, так сказать, точечной, продуманной работы над каждой мышцей. То есть это не просто руками помахал, пришёл. Это нужно понимать. И связь мозг-мышца должен быть. Нет связи, нет результата. То есть это внешняя составляющая. Я не скрою, у меня есть фотографии много в интернете, там у меня на ресурсах, что раньше у меня была фигура. Груша – это очень тяжёлый низ, вот такой вот генетически у меня у мамы, у сестры так. И очень маленький верх. У меня был сколиоз, какой-то там второй степени искривления позвоночника. И именно бодибилдинг, и мои занятия, и лечебная физкультура, и с тренером, и в том числе подтягивания на турнике, они привели к тому, что у меня тип фигуры очень изменился. То есть я развела свой верх, наконец-то начала дышать нормально грудной клеткой. Я уменьшила себе низ, убрала вот эти все ушки на бёдрах, треугольнички. Наверное, девушки, у которых фигура груши, прекрасно всё это знают. И понимаю, как это поддерживать постоянно. То есть первое – это внешняя составляющая. Второе – это ощущение своего тела. Когда ты понимаешь, что ты делаешь упражнение той мышцей, которой тебе надо, и которой ты хочешь делать. Ты хочешь приседать с помощью квадрицепса? Ты приседаешь с помощью квадрицепса. Ты хочешь приседать ягодицами? Ты приседаешь ягодицами. Ты хочешь делать румынскую тягу? И ты её делаешь именно большой и средней ягодичной, а не спиной. То есть спина у тебя вообще не устает. Когда я пришла в спортзал, у меня настолько нагружалась спина, когда я делала тяги. Потом со временем я начала уже это контролировать. И я начала в упражнениях работать одной мышцей. Ну, там, допустим, одной-двумя или той мышечной группой, на которой нацелено данное упражнение. Не делая различных каких-то движений. То есть это контроль своего тела. Это ощущение, ну, действительно, контроля и знаний. То есть это плюс наблюдения своего прогресса. Ещё что мотивирует, это, конечно же, различные вот эти мне мои интересные упражнения на турниках. Я их учу не два-три месяца. То есть некоторые упражнения я учу годами. Их потихонечку ввожу в свой обиход. Они дают некоторую творческую нотку. Интересно наблюдать за тем, как ты это упражнение учишь, развиваешь. И потихонечку я постоянно делаю видео. Я смотрю иногда, что, допустим, два года назад я не могла это упражнение сделать. Там подтягивание лучника. Я там еле руку эту закидывала на турник. Боже мой, мне было так страшно. Я думала, что я сейчас упаду. Сейчас я делаю эти подтягивания лучника. Я подтягиваюсь в уголке. Потом делаю там 12-15 раз эти подтягивания лучника. Слушаю музыку. То есть я уже не акцентирую внимание на то, что я руку вот так задвигаю за турник, и я там могу упасть ещё что-то. У меня этого вообще уже нет. Я слушаю музыку, подбираю трек, который мне нравится. То есть это для меня уже как на уровне танцев. Человек танцует, ему нравится. Я не танцую, я танцы не люблю. Вот поэтому я вот придумываю различные штуки. Там вот проходку придумала. Вот красивую музыку подбираю. Я думаю, ой, под какую музыку я сейчас проходку буду делать? Вот под эту. То есть это уже некоторая такая творческая штука. И, наверное, это два важных фактора. То есть это внешность, это контроль своего тела, в том числе на воздухе. Когда ты что-то делаешь, ты понимаешь, что с каждым разом ты контролируешь своё тело всё лучше и лучше. И ещё это, конечно же, высокие показатели здоровья. Потому что я бады никакие не употребляю. И это чистая кожа, хорошая. У меня всегда были проблемы с кожей глобальные. Это очень важно для меня. Чистая кожа. Плюс это меня ещё сподвигает к тому, чтобы соблюдать питание. То есть питание, физические нагрузки – это неразрывная штука. Когда ты понимаешь, что если ты сейчас переешь или съешь что-то сладкое, жирное, и завтра тренировка у тебя пойдёт непонятно как. То есть я переела, я понимаю, что тогда моя тренировка будет не на 100% выполнена, а на 30-50%. И при этом я ещё буду в плохом настроении, мне будет тяжело и так далее. Я, соответственно, делаю выводы. То есть причинно-следственные связи я рисую. Это высокие показатели здоровья, это высокий уровень энергии, это хорошее восстановление, это отсутствие каких-то мигреней, головных болей, боли где-то там непонятно где. И раньше я всю жизнь была уверена в том, что болезни просто так приходят. Вот человек живёт, живёт, просто так живёт, хороший человек. И вдруг непонятно откуда пришла вот какая-то плохая болезнь. Теперь я точно знаю, что болезни можно профилактировать, можно быть хозяином своему здоровью, в том числе с помощью того, что вы вводите физические нагрузки, то есть вы укрепляете костный аппарат, нервную систему, психику свою, вы укрепляете мышцы, вы улучшаете кровоток, то есть оксигенацию всех органов, улучшается доступ к кислороду. И вот подходишь ты к остановке, а там троллейбус подходит уже, и ты с этой сумкой бежишь, у меня бывает такое, с этой сумкой бежишь, вбегаешь в троллейбус и понимаешь, что дыхание-то у тебя ровное, вот он, вот это реально кайф. Бежишь, отдыхание, ты ровная, сумка огромная. И вот такие бонусы можно наблюдать. Кстати, ещё один бонус спортивных нагрузок, я бы вам сказала, можно больше есть. Такой это бонус интересный. Потому что мышечная ткань на своё обеспечение, даже в состоянии покоя, то есть когда вы так лежите, смотрите на потолок, она требует больше энергии, чем отсутствие этой мышечной ткани у того же самого человека. Небольшой бонус здесь будет, ну то есть там 300, допустим, 400 килокалорий. Это ещё один классный полноценный приём пищи, и ещё один шанс наполнить свой организм эссенциальными элементами. Это не булочка какая-то, да, рафинированный трансжир. Это гречка с жирной рыбой, допустим, с петрушечкой, в которой много антиоксидантов, витаминов С и так далее. Вот таким образом. Спасибо большое. Но в течение дня испытывать голод – это ненормально. Ты голод в течение дня не испытываешь, да, чтобы у зрителей вдруг будет складываться впечатление, что испытывать голод в течение дня – это нормально. Нет. Так, про голод. Тут ещё был вопрос, по-моему. Про аппетит и голод предыдущий. Да, это высший вопрос был, да. Это я к тому, что мышечная масса даёт возможность дополнительного приёма пищи, что это как бонус, чтобы не сложилось впечатление, что это что я должен всегда голодать, но благодаря мышечной массе есть повод поесть. Такого нет, да, что голод? Нет. Он сытый в течение дня. Мне, например, если завтрак в 9 утра, а обед у меня бывает и в 3 часа дня, я только в 23 начинаю хотеть есть, я сытый и радостный начинаю обедать. Конечно, да, да. А ещё вот вопрос я не ответила, хотела ответить, который… Озвучь, пожалуйста, ещё раз. Про голод и аппетит. Там девушка спрашивала что-то про… Нужно есть по голоду или по аппетиту? А, это вот да, с точки зрения того, как есть. Да, сейчас скажу. Или когда пришёл аппетит? А, есть когда… Да, да, да. Смотрите, есть два понятия. Голод и аппетит – это понятие разное. Голод – это понятие физиологического голода, когда вам нужно, грубо говоря, подбросить дровишек в топку. Нутриентов, белков, жиров, углеводов. Пора делать приём пищи. Голод ощущается на уровне живота. И когда у нас именно физиологический голод, мы можем ощущать упадок энергии, работоспособности, небольшие такие спазмы в животе. И, соответственно, мы смотрим. Так, три часа назад я делала полноценный приём пищи. У меня как раз вот и голод потихонечку наступает. Пора, значит, сделать полноценный приём пищи. А аппетит – это психологический голод. Его называют ещё так. Он может быть, когда человек даже не хочет есть. Но вот он поел, вышел на улицу, и тут запахло вкусненько булочкой, кофейком. Он увидел красивую картинку с круассаном. То есть это тяга к каким-то триггерным продуктам чаще всего. Чаще всего у человека их несколько, там, 2-3 орехи и так далее. То есть аппетит на какие-то определённые продукты. Чаще всего это фастфуд, сладкое, жирное, солёное, хрустящее. Вот это вот всё. И очень важно понимать, что у вас сейчас – голод или аппетит. Вы сейчас наелись, то есть вы хотите есть действительно физиологически или нет. Для этого существует такая шкала голода и аппетита. Она у меня есть на сайте в разделе бесплатных материалов. Можете туда зайти посмотреть, скачать. Можете даже её себе куда-то распечатать и отслеживать. То есть не нужно доводить себя до таких показателей, что вы уже ничего не понимаете, не соображаете. Настолько вам голодно, и вы идёте к холодильнику и просто всё на своём пути сметаете. На золотую середину ориентируйтесь. И очень хорошим ориентиром будут как раз промежутки времени и будет распределение вашего рациона по дню. Чтобы вы знали, что примерно в 9 часов я завтракаю, примерно через 4 часа у меня должен быть физиологический голод, в 12 часов дальше и дальше следующее время. Это если 3 раза, а если 4, то тоже. То есть вы же тоже живёте во времени, и вы должны понимать, когда у вас примерно должны быть основные приёмы пищи и на них ориентироваться. Если у вас возникает раньше чувство голода, вы хотите действительно есть, то, соответственно, вы неправильно составили свои основные приёмы пищи. Поэтому вы хотите перекусы. Нужно прибавить или сложных углеводов, или белка, или повысить калорийность рациона. Таким образом. Принял. Чтобы ещё предвосхитить вопрос, наверняка он прозвучит. Мария, сколько тебе лет сейчас на момент записи этого интервью? Так, мне 34 года. 34. Всё, принял. Итак, двигаемся дальше. Это мне бы тоже было бы любопытно. Это действительно интересно. Значит, девушка очаровательная сидит, рассказывает. Умная ещё. А сколько же ей лет, интересно? Так, принял. Двигаемся дальше. Мария, есть ли какие-то продукты, которые ты рекомендуешь включить в свой ежедневный рацион? А от каких следует отказаться? Тоже спрашивает Мария. Это очень хороший вопрос про продукты. Смотрите, первоначально вы должны себе вот так вот сказать внутри себя и должны понимать, что мы набираем не продукты, а нутриенты. То есть не продукты питания главные, а нутриенты, белки, жиры и углеводы. И эти нутриенты можно набрать с помощью определённых наборов продуктов питания. Для каждого человека этот набор будет согласовываться с его пищевыми какими-то привычками. То есть какой-то человек будет белки набирать птицей, рыбой и мясом. Ну, в основном, да. Вегетарианец, допустим, будет яйцами набирать и молоком и так далее. Ну, в общем, конечно же, это белки, источники полноценного белка. Птица, рыба, мясо, морепродукты, яйца и, наверное, всё, да, сыры. То есть это источники белка. Далее. То есть мы сначала смотрим на источник, а потом смотрим, из каких продуктов. То есть сначала мы смотрим на нутриент, а потом мы смотрим на то, из каких источников мы этот нутриент приоритетно получаем. Жиры мы из каких продуктов набираем приоритетно? Это жирная рыба. То есть я здесь говорю про те жиры, которые профилактируют атеросклероз и различные такие вот сердечно-сосудистые заболевания. Жирная рыба, допустим, это может быть авокадо. Не обязательно, но можно. Это хорошего качества масла, нерафинированного первого холодного отжима, такие как оливковый, авокадо, допустим, грецкого ореха. Это орехи строго не жареные, не нужно их там сушить, жарить, термообрабатывать, потому что тогда мы получаем просто окисленные жиры в огромном количестве. Это орехи, такие как грецкий приоритет, пекан, допустим, это фундук, это миндаль, где много тоже омега-9, поменьше подсолнечных семечек, в которых много омега-6, человек и так омега-6 прекрасно набирает. Далее водоросли, там тоже есть и козапитоеновые, и докозагексоеновые жирные кислоты, так же как в жирной рыбе, то есть это те жирные кислоты, которые должны у нас поступать в организм, которые там не синтезируются, которые участвуют в создании липидного слоя нашей каждой мембраны, билипидного слоя, и они входят также в состав нашего мозга, они улучшают наши когнитивные способности, интеллект, память, обучаемость. То есть это обязательно, вот эти продукты. Про жиры дальше. Источники омега-9, да, орехи различные, и источники насыщенных жиров, они тоже нужны. Холестерин нам нужен, потому что он участвует в синтезе половых гормонов, это, да, половые гормоны, кортизол, то же самое. И он участвует также в активации витамина D, то есть витамин D обязательно для того, чтобы он перешёл в активную форму, ему нужен холестерин. Именно поэтому нам вот нужно употреблять насыщенные жиры, и даже на дефиците калорий мы не должны их исключать. Насыщенные жиры лучше всего набираются из несладких продуктов животного происхождения. Это те же самые птицы, рыба, мясо, молочные продукты, это йогурты, лучше всего высокобелковые и, конечно же, без добавленного сахара. Зачем вам сахар в рационе лишний? И углеводы. Углеводы, сложные углеводы, то есть это приоритет, как я сказала, 80% рациона набираются цельными крупами. Я рекомендую их делать аль денте, две трети готовности, с сохранением стекловидной структуры, не разваривать, чтобы сохранить концентрат полезных элементов. То есть эти 50 грамм крупы мы можем отварить до 100 граммов, а можем отварить до 300 граммов. Мы можем размазать этот концентрат, а можем каждый раз употреблять новую крупу, не разваривая до 300 грамм эти 50 граммов гречки. Гречка, бурый рис, как я сказала, перловка, полба и так далее. Вот эти все крупы – это приоритет. И, конечно же, фрукты, ягоды различные. Вот из таких продуктов. То есть это монопродукты, щитящие термообработки. Обязательно. Спасибо большое, Мария. Благодарю тебя за то, что я благодаря тебе тоже воспринимаю продукты не как плохие, хорошие, а с точки зрения того, источником каких нутриентов он является. Если взять особенно командировочный процесс и прием пищи в ресторане, например, овощной салат можно там найти. Даже, значит, источник белка, мяса можно найти. Допустим, там рыбу можно или стейк. Да. А вот сложный углевод смотрю по меню. Даже в каком-то и дорогостоящих ресторанах смотришь на гарнир, что овощи на гриле – это не сложный углевод. Далее рис – тоже это простой углевод. Далее картошка во всем многообразии. Запеченный картофель, картофель фри, айдаха. И вот здесь дело не в том заключается, а что лучше из этого взять на гарнир, а в том, что ничего из предложенного не может быть источником сложного углевода, например, при еде там. Поэтому это важный момент. Я сейчас представляю, когда… И с точки зрения завтрака тоже. Какие, например, каши в гостиницах? Супер-мега переваренные, пересващенные. Представьте, я с собой в командировке беру кашу монастырскую. Каша монастырская не заказывала у нас рекламы. От всей души рекомендую. Вообще это прекрасно. Я вот с собой беру. И представьте, я раньше думал, что к завершению командировочного учебного дня я чувствую усталость некую из-за того, что вот я активно занимался с группами, проводил обучение. А оказывается, я усталость к завершению дня испытывал, потому что у меня завтрака полноценного не было с точки зрения источника сложного углевода. И благодаря твоей идее брать с собой кашу монастырскую и утром сложный углевод, я к вечеру как будто даже ничем не занимался. Полный сил. Насколько же вот, насколько это дороже денег, вот твои знания, насколько они являются ценными и значимыми, что я могу благодаря тебе разрешить. У меня есть привилегия поделиться благодарностью. Хоть с 9 утра до 7 вечера, не отвлекаясь заниматься делом, вообще не думая о еде, будучи сытым и довольным, только там где-то в 2-3 часа сделав обед, чтобы потом опять вернуться к делу. Это очень важный момент. Поэтому вот, да, воспринимать продукты не как плохой, хорошая, а источник нутриентов. Так, где у меня здесь в завтраке, например, да? Вот сейчас у нас с тобой какой завтрак хороший. Каша получается, это источник сложных углеводов клетчатки. Ягоды — это витамины и клетчатка, правильно? Сыр твёрдо у нас на завтраке есть, это источник жиров хороших. И кальция, да ведь? Да, и белка. И белка. 2-3 яйца утром я съедаю. И чай пью. Иван, чай мне нравится. Вот, тоже. Обед тоже. У меня двойная порция гречки из ресторана, который специально привозят. Коллектив ресторана «Напару» — большой привет. Ну вот, васось «Напару» очень нравится. А я, знаешь, вспомнил, помнишь, как долго у меня на обед было 4 жирные котлеты, картошка. И ты так, ты меня не ругала по этому поводу. А ладно, совсем скоро ты заметишь, что можно и другие варианты рассмотреть. И я плавно, вот диффузно, ты выше сказала, словно диффузно к этому перешёл. Да, как я вообще наедался, получается, без сложного углевода ещё это очень сильно влияет. А сейчас вот гречка хорошо идёт. Да, поэтому воспринимать продукты не как плохой, хорошая, а источником каких нутриентов он является. Спасибо тебе за это открытие. Приглашаю двигаться дальше, как на это смотришь, потому что вопрос, поддерживаешь. Вопрос от Илюши Егоровского. Мария, эффективные советы для набора мышечной массы, пожалуйста. А там ещё в предыдущем вопросе было про то, от каких продуктов следует отказаться. Да, я бы хотела ответить, что ни от каких продуктов не нужно отказываться. Отказ-то всегда ограничительный тип мышления. По поводу каждого продукта нужно понимать следующее, что нет на 100% полезных продуктов и нет на 100% вредных продуктов. Пользу и вред каждого продукта определяет его количество в рационе конкретного человека согласно его физической активности и образу жизни. Даже самым супер-пупер-фудом, допустим, гречкой зелёной, можно так переесть, что человеку будет от неё плохо, у него будет профицит калорий, он будет набирать массу жировую, если он не занимается спортом и так далее. Поэтому каждый продукт в рационе каждого человека нужно действительно рассматривать и определять кратность согласно индивидуальным характеристикам. И Альберт сказал, что вот он картошку ел с котлетами. Это не значит, что и вам тоже нельзя есть картошку с котлетами. Это не значит, что нельзя компоновать картошку с котлетами. Это прекрасный рацион питания, да, это хорошее сочетание. Вообще все продукты, они сочетаются между собой. Просто какому-то человеку рациональнее будет использовать картошку в таком-то количестве, а какому-то человеку в таком-то количестве. То есть количество, кратность, оно определяется нашим образом жизни и уровнем физической активности. Я не ем тоже картошку не потому, что она вредная какая-то, ещё что-то, потому что у меня достаточно разогнанный метаболизм, и когда я ем картошку, я после неё быстро очень хочу есть. Мне не рационально есть картошку, мне рациональнее взять гречку недоваренную, которая для меня будет дольше держать сытость, там больше клетчатки, там больше витаминов группы В. То есть я после картошки себя чувствую лучше, чем после того, как я съем картофель, даже если я его отварю до аль денте. И поэтому каждый продукт нужно рассматривать с точки зрения именно конкретного человека. Отказываться ни от чего не нужно. Есть такие группы продуктов, нутриентов, которые нужно ограничить в своём рационе, и нужно действительно держать на этом фокус. Во-первых, это рафинированный сахар до 10% калорийности рациона или лучше всего 5% для здоровья. Рафинированный сахар не вреден, просто мы должны понимать, что на метаболизм глюкозы, то есть на то, чтобы она усвоилась, организм тратит нутриенты. Из сахара поступают только калории, и сахароза расщепляется на глюкозу и фруктозу. То есть не поступают витамины группы В, магний, кальций, фосфор, которые тратят организм на то, чтобы избыток глюкозы у нас преобразовать в АТФ, в цикле Крепса. Откуда возьмутся тогда вот эти вот витамины группы В и так далее? А в долг? А если остальное питание оставлять желать лучшего, то что? Накапливаются дефициты, и человек не чувствует уже себя таким бодрым, плохое восстановление, плохой сон и так далее. То есть перманентная такая вот хроническая получается усталость и недополучение различных нутриентов. Поэтому всё просто должно быть в меру. И для сахара то, что указано, это 10% от калорийности рациона, или для взрослого человека это 25 граммов сахара в день, или 5 кубиков сахара. Вот таких для ребёнка, конечно, это намного меньше, сводить к нулю. Это потолок, это не норма по данному нутриенту. Это потолок, который можно себе позволить для того, чтобы хоть как-то обеспечить физиологический метаболизм избыточного поступления сахарозы. На самом деле, чем дольше вы практикуете здоровое питание, тем меньше у вас в рационе сахаров, вы же сознательных потихоньку уменьшаете, вводя другие источники природных сахаров, такие как фрукты, ягоды и так далее, потребляя нужное количество углеводов сложных, и закрывая ими свою норму по сложным сахарам, то есть из сложных углеводов уже у нас тоже глюкоза образуется, вам просто не захочется потом есть вот эту всю рафинированную сладость. И второй продукт, который нужно действительно ограничивать в рационе, который вообще у него нет положительных функций никаких в организме, когда он поступает, это трансжиры. Это рафинированные гидрогенизированные трансжиры, 1% и менее от суточной калорийности рациона, то есть это потолок, и поступают они в основном из различной рафинированной продукции. В молочных продуктах есть трансжиры, но они поступают в небольшом совсем количестве, и они на самом деле, у них там есть положительная роль, они хорошо влияют на работу клеток нашего кишечника, там служат для них источником энергии, то есть в молочных продуктах там плюс, всё нормально, хорошие трансжиры, которые в желудке коров образуются при их жизнедеятельности, когда они травку жуют. А вот когда масла перерабатывают и получают из них гидрогенизированные жиры, войска спецназначения, жиры спецназначения можете посмотреть там в составах различных, это очень сильно термически переработанные различные жиры, это спреды, маргарина различные, то есть это вся выпечка, это кондитерка различная, вот это нужно очень строго нормировать, потому что данные жиры не встраивают у нас в структуру мембран, они встраиваются у нас в структуру клеток головного мозга, и, соответственно, куда они идут, но если они встроятся, то, соответственно, метаболизм тоже нарушается, и пропускная способность клеток нарушается, она очень важна для того, чтобы в клетку поступали питательные вещества, и выводились продукты метаболизма из клетки, вот, а если не встраиваются трансжиры, то они идут куда у нас, они идут в жировые депо, и вот здесь, в прекрасных бачках, они там складируются, они там складируются, период выведения трансжиров — это примерно 50 дней, но вы же понимаете, что если вы постоянно едите трансжиры, то они всё пополняют, 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 и никуда они не уходят, то есть вот эти вот бачки пухлые — это вот трансжиры на самом-то деле. Спасибо. Насчёт ограничительных мер вот такую метафору и иллюстрацию вспомнил, то есть я, например, между приёмами пищи не ем там конфеты, печеньки не потому, что я себе это запрещаю, а потому что я и не хочу вовсе, да, вот такое вот, да, отношение к этому, так как организм, он берёт углеводы из-за полноценных приёмов пищи, из сложных. Спасибо. Итак, вопрос от Илюши Еворского. Советы для эффективного набора мышечной массы. Что думаете по этому поводу, Мария? Хороший очень вопрос, прекрасный. При наборе мышечной массы нужно понимать, что в этом процессе важны две составляющие. Это питание и это тренировки. Одно без другого не существует. Если классные тренировки, но провал в питании, то, соответственно, не будет набора мышечной массы. Если классное питание, но тренировки так себе устроены, то, соответственно, не будет здесь никакого набора мышечной массы. Про тренировки немножко, раз уж я затронула, сейчас расскажу. Тренировки должны быть тяжёлые. Вы должны настроиться на работу, на тяжёлую. Гипертрофия должна быть мышечного волокна. Вам должно быть тяжело, больно. Вы должны быть к этому готовы. Вы должны понимать, что веса нужно будет увеличивать и, соответственно, настраиваться таким образом на тренировки. Работать с персональным тренером. Должна быть хорошая, чёткая техника. Потому что если работать с большими весами и с плохой техникой, то ни к чему хорошему в плане опорно-двигательного аппарата, связочного аппарата, это в долгосрочной перспективе не приведёт. То есть хорошая техника и грамотное увеличение весов. Веса, о которых я говорю, они индивидуальны. То есть, допустим, для одного человека будет нормально набирать мышечную массу, приседая с 50-килограммовым грифом, другому с 80-килограммовым. Это всё зависит от подготовленности человека, от его первоначальных характеристик. Если я маленькая, то я максимум приседаю 45 килограмм, и мне хватает. Если человек большой, то, соответственно, там он может приседать и сотка. Понятно. И второе – это, конечно же, питание. Если человек тренируется тяжело, но питание у него оставляет желать лучшего, неправильно посчитано количество белка, неправильно посчитано количество жиров, углеводами он не поддерживает свою физическую активность, то, соответственно, как бы он там ни старался, ни пыхтел на тренировках, у него, во-первых, будет маленькая работоспособность, если он там неправильно посчитал, ну, низкая, допустим, калорийность, да мало углеводов посчитал, и он не получит того результата, который бы он хотел. Поэтому, во-первых, найти тренера грамотного в питании, что здесь нужен, профицит калорий, обязательно не огромный, потихоньку. Я рекомендую начинать с профицита не более чем 150-200 килокалорий, чтобы не начать сразу же набирать жиром. Профицит делается в основном с помощью сложных углеводов, то есть набирать-то мы будем не с помощью увеличения доли булок, сладтяшек, вкусняшек. Не нужно настраиваться на то, что раз я набираю мышечную массу, я сейчас себе и булочки, и блиночки буду печь, и буду вот сахарка много есть и сладкого. Нет, чем чище. На самом деле здесь такой термин «применим» всё-таки. Чем более чистыми продуктами вы набираете, тем лучше у вас будет качество мышечной массы, тем лучше вы будете себя чувствовать, тем меньше вам будет потом усилий затрачивать на то, чтобы сжигать жировую прослойку, и тем меньше будет вот этого жира. Потому что мы можем набрать и жиром в большинстве своём. Человек может быть большой, но там может быть огромное количество жира и чуть-чуть мышц. И наоборот, человек может быть большой, но эта масса может быть набрана в преимуществе мышцами и небольшой жировой прослойкой. Это зависит от составляющих тренировки плюс питания. То есть питание – это делаем профицит с помощью сложных углеводов, на них акцент. Может быть, нужно будет добавлять спортпит, особенно если это мужчина. То есть здесь хороший протеин, изолят какой-нибудь не в спортбаре, а сами себе делайте, потому что в спортбаре здесь очень часто качество оставляет желать лучшего. Далее, может быть, гейнер. Если этот человек такого астеничного типа, и ему достаточно сложно набрать массу, то есть гейнер – это и углеводы, и белок будет. Соответственно, весь спортпит учитывать обязательно в калорийности. Далее, жиры. Ориентироваться, начинать с 1 грамма на килограмм массы тела. Может быть, нужно будет повысить немножко, может быть, нет. Будет зависеть тоже от самого человека и от того, насколько у него, соответственно, эти тренировки тяжёлые. То есть здесь на самом деле мы играемся больше белком и углеводами, чем жирами. С жирами надо очень аккуратно, потому что это самый калорийный нутриент, и мы можем просто перебрать по жирам. Далее, белок тоже примерно от 1,7 грамма на килограмм массы тела и выше смотреть тоже нужно по уровню физической активности, по тому, насколько тренировка гипертрофийна и так далее. И какой у человека первоначальная, какая у него подготовленность. Если это новичок, то и он питался раньше, не добирал белка, то никакой речи о 2 грамм белка на килограмм массы тела быть не может. Потихонечку повышать, не бахать себе сразу плюс 1000 килокалорий к рациону, потому что это будет тяжело для ЖКТ. Нужно понимать, что массонабор для ЖКТ – это достаточно тяжело, то есть нужно будет действительно есть. Иногда нужно будет заставлять себя поесть, когда ты есть не хочешь. И ещё второй такой интересный аспект – вы должны понимать, как вы будете обеспечивать вашу набранную мышечную массу, если всё пройдёт классно, если вы всё-таки наберёте её не жиром, а мышцами. Далее, то есть вам нужно будет грамотно снизить жировую прослойку. Я не люблю слово «подсушиться», потому что это всё-таки это к спортсменам. Если вы не профессиональный спортсмен, вы снижаете количество жировой прослойки. То есть вам нужно будет поставить свою задачу далее потихоньку делать дефицит калорий, грамотно снижать жировую прослойку, чтобы снижать её ненабранными мышцами. То есть здесь акцент на белок. Чем ниже у вас процент жира, тем выше должно быть количество белка в вашем рационе. Обязательно должное количество жиров и углевода для того, чтобы вы не теряли сильно работоспособность. Не сразу делать скачок на 150 граммов углеводов, если раньше их было 250. Потихоньку тоже, аккуратненько. И далее. Будете ли вы продолжать такой же активный образ жизни, чтобы поддерживать всю вашу бицуху набранную? Ведь нельзя же набрать мышечную массу, убрать немножечко жировую прослойку, стать классным, красивым качком и забросить всё это дело. То есть вы тут… Остаться таким на всю жизнь нельзя? Извините. Не получится. Нужно будет понимать. То есть это вклад, это инвестиция своего времени, это инвестиция времени на тренировки, на приёмы пищи. Это фокус внимания на создании формы. И вы должны будете понимать, что и далее вам нужно будет держать некоторый фокус внимания. Это не должно быть 10-м местом в вашей жизни, чтобы поддерживать потом эту красоту, это здоровье и постоянную готовность к фотосессиям круглогодично. Вот так вот. Спасибо большое. Так, берём. Следующий вопрос от Николая Деревянного. Как питаться правильно, если очень небольшой бюджет и очень мало времени готовить? Здесь вот такая предпосылка есть. Да, интересно. Смотрите, на небольшой бюджет, у меня как раз есть последние вот мои ролики на Ютубе, можете посмотреть, я сейчас вам расскажу. Все группы продуктов, в принципе, которые я использую в своей практике с клиентами, они не являются какими-то экзотическими, высокобюджетными и так далее. То есть не нужно специально покупать кино. Я сама её не использую в питании. Я сама питаюсь такими же бюджетными, достаточно продуктами, которые везде продаются. Вот в самокате, допустим, в доставке. Можно прекрасно всё это сформировать. Не обязательно покупать лосось, не обязательно покупать форель. Вот эти вот все жирные сорта рыб, достаточно дорогостоящие. Есть же скумбрия, в которой тоже огромное количество витамина группы В, да, и тех же самых жирных кислот. И она прекрасно может заменить вот эти дорогостоящие виды рыбы. Не обязательно покупать какие-то водоросли, там, ламинарию. Что я ещё сказала? А, ещё не обязательно покупать масло авокадо совершенно. Но важно инвестировать свои средства в хорошее оливковое масло. То есть инвестировать, да, вы понимаете вот это слово, чтобы не тратить деньги на подсолнечное масло, рафинированное, в котором и так много омега-6, который мы прекрасно набираем, да оно ещё и рафинированное, там ещё и трансжиры. А чтобы инвестировать свои средства в бутылочку масла оливкового хорошего, и его вам хватит при рациональном использовании надолго при долго на самом-то деле. Вот. Далее, не обязательно использовать авокадо, какие-то дорогостоящие батончики для здорового питания и так далее. То есть все продукты вы можете купить в простом супермаркете. Если говорить о крупах, это те же самые бурые крупы, да, гречка, бурый рис, овсянка, полба, геркулес, допустим, тот же самый монастырский. Далее, если говорить про источники белка, это курица, та же самая, можно не использовать индейку, какую-то дорогостоящую и другие дорогостоящие продукты. Курица, прекрасный ассортимент есть, есть и бёдрышки, то есть можно создать разнообразный рацион питания, бёдрышки и голени, есть филе, бедра, есть грудка индейки. Вот, пожалуйста. Дальше, овощи доступны круглогодично, тоже дорогостоящие овощи какие-то не обязательно покупать, тоже огурцы, помидоры, можно петрушку, да, рукколу совершенно не обязательно покупать, потому что по нутритивной ценности есть прекрасный продукт петрушка. Петрушка содержит огромное количество антиоксидантов, содержит витамин К, содержит витамин В9. Она по антиоксидантной активности, на самом деле, намного выше, чем салат руккола, и она его просто затемняет, да, превосходит намного. Я вот рукколу не использую в своём рационе, я использую петрушку, я беру петрушку, вот 100 грамм, допустим, взяли, треть взяли, и вместо салата просто листового положили себе на стол. Там огромное количество, кстати, витамина С в том числе, который профилактирует у нас различные, да, иммунные вот эти все процессы, иммунные заболевания. Витамин С, кстати, да, он участвует у нас в синтезе коллагена, в создании нашей красивой кожи, в синтезе белка участвует, а иммуноглобулины – это у нас клетки иммунитета, это белок, то есть витамин С у нас отвечает за качество белка и качество иммунитета. В петрушечке, пожалуйста, вот есть различные помидорки, огурчики и так далее, бананы, если говорить про сладкое, различные фрукты, тоже доступны круглогодично. Поэтому вы можете всегда в любом магазине сформировать по своему кошельку очень даже доступные все приёмы пищи. Самое главное – соблюдать принцип здоровой тарелки. Я, наверное, сейчас немножко расскажу о нём. Да, да, пожалуйста. Да, правило здоровой тарелки, оно универсальное, с помощью него можно жить в здоровье и, соответственно, соблюдать правила здоровой тарелки и не считать калорий вообще. То есть вы берёте тарелочку, 22-24 см, делите её на три части, вот ваша тарелка, для вторых блюд, не для первых, не углублённых, а для вторых блюд, делитесь на три части. 25% – это источник полноценного белка, птица, рыба, мясо, морепродукты, различные яйца. Далее, ещё 25% – это источник сложных углеводов, это крупы, о которых я говорила. Лучше всего делать аль денте 2,3 готовности с сохранением стекловидной структуры. И одна вторая – это клетчатка, это свежие овощи, зелень различная. Смотрите, если клетчатки сейчас у вас в рационе мало, то бухать сразу же одну-второй тарелки не нужно, потихоньку вводите. Если вы едите, грубо говоря, один огурец в неделю, то сразу же половину тарелки, клетчатки, если вы введёте сейчас, то у вас будет вздутие, газообразование, то есть ваши ферменты пока не привыкли к такому большому количеству пищевых волокон. Потихоньку вводите. Сегодня половинка огурчика, там приплюсуйте, завтра несколько листочков салата. Вот таким образом. То есть формируя своё питание по правилу здоровой тарелки, мы обеспечиваем себе сытость. И мы можем калорийность своего рациона регулировать. Мы можем немножко убрать белок, то есть мы убираем сытость, но белок лучше не убирать. Мы можем убрать количество немножко углеводов, тоже соответственно регулировать нашу физическую активность. Убираем тоже сытость и количество энергии. Мы можем убрать клетчатку. Клетчатка – это такой фактор, который пролонгирует насыщение и, соответственно, замедляет поступление глюкозы в крови, тем самым убирает различные вот эти вот скачки в пищевом поведении. То есть с помощью просто тарелки здорового питания, подбирая каждый нутриент, соответственно, вашей продуктовой корзине, можно прекрасно всё это реализовать. Спасибо большое. Вот, кстати, насчёт ферментов. Видимо, это у меня и было, когда я ещё не привыкшим был к ягодам, и организм немножко так удивился тому, что я добавил их в рацион. А сейчас я могу съедать с радостью и с удовольствием большие порции ягод. То есть организм, получается, ему необходимо время, чтобы перестроиться, научиться вырабатывать некие ферменты, чтобы обрабатывать поступающую пищу. Правильно такая вот? Да, да, конечно. Обязательно все новые продукты нужно вводить очень постепенно. Обязательно прислушиваться к реакциям своего организма и делать соответствующие выводы. Вот сейчас, кстати, лето. Очень часто люди, которые ягоды и фрукты едят вообще, берут и съедают 500 граммов черешни, а потом жалуются, что у них вздути на следующий день, тяжесть, газообразование и так далее. Так вот, не надо так делать. Если вы обычно ягоды не едите, каким бы классным суперфудом и супер-пуперфудом, там много витамина С, много антоцианов, то есть она темная, да, много антиоксидантов, каким бы ни был классным фудом черешня, разделите эти 500 граммов по дням. Сегодня там даже 50 граммов, завтра 50 граммов, послезавтра 50 граммов. То же самое и арбуз. Люди многие переедают арбузы вот в сентябре, и что у них на следующий день? Много фруктозы достаточно в арбузе, много простых сахаров. Что? Газообразование, вздутие. Полнедели человек вспоминает о том, что он переел в этот день арбузы. Хотя можно бы было ограничиться двумя-тремя дольками. Всегда помните, что есть тоже некие нормы по фруктам и овощам. Это примерно 3-4 фрукта и овощи, да, 3-4 фрукта или горсти ягод в день. То есть вот она горсть, вот фрукт у вас помещается после приёма пищи, у вас 3 приёма пищи, и, соответственно, 3 вот фрукта или 3 горсти ягод вы можете в свой рацион самым наилучшим образом ввести. Можно больше, если вы к этому готовы, если у вас ферменты к этому готовы. То есть всё постепенно нужно делать. Спасибо большое. Насчёт того, что бюджетное питание дорогое. Я заметил, что в магазине, например, колбаса, сародельки, сосиски, они могут стоить дороже, чем курица, допустим, которая является вот монопродукт. Вот благодарю тебя за идею про монопродукты. Это продукт, в составе которого одно слово. Курица, например, да, там куриная грудка. Два слова. Вот так вот. И куриная грудка бывает стоить дешевле, нежели колбасы, сосиски, сардельки, которые стоят дороже. Да. Очень часто, да, всегда в колбасах, в различных, в сосисках стоимость указывается на упаковку. Вот мы видим, да, там 320 рублей на упаковку. Упаковка там 300 грамм. Всегда пересчитывайте, а сколько это будет на килограмм? И сравнивайте с таким же куском, допустим, мяса. То есть мясо – это монопродукт, а что у нас там в сосисках? Там у нас небольшой, ну, белок есть, да, мясо есть, но у нас там и жиры, жиры какого качества? Низкого, потому что это явно не омега-3, жирные кислоты оттуда поступают, оттуда поступают насыщенные жиры низкого качества. И далее идут различные нитриты, нитраты, перофосфаты. То есть всё это влияет на наш организм, потому что эти вещества поступают в виде сыпучих, рафинированных ингредиентов. Они не страшные, они не вредные, не полезные, просто всегда есть избыточное некое влияние, и этого влияния могло бы и не быть. Допустим, перофосфаты различные, да, фосфор, мы можем прекрасно получить из сыра, допустим, вместе с кальцием, который в сыре классно усваивается, вместе с высоким количеством белка, вместе с витамином D, вместе с витамином А. И мы можем получить этот фосфор из перофосфата в колбасе, вместе с нитритом натрия, большим количеством соли, который задерживает воду и провоцирует отёчность, вместе с белком не очень хорошего качества, далее вместе с жирами, явно не омега-3. То есть вы понимаете, вы должны рассматривать вот этот вот ингредиент, не один, единственный, а вместе с чем он поступает, то есть в системе, вот в этом продукте питания. Даже если это прекрасный, прекрасный, замечательный лецитин, который у нас в яйцах есть, и который есть где-нибудь в шоколадке с огромным количеством сахара, насыщенных жиров, трансжиров, и там, и там лецитин будет, ну вот примерно такое же, название-то, вещество одно и то же, фруктоза в ягоде, и фруктоза где-то в переработанном продукте, как сыпучий ингредиент формулы, то фруктоза будет одна и та же, а контекст поступления будет другой. Тут у нас вместе с фруктозой из ягоды поступает витамин С, антиоксиданты, биофлавоноиды, различные минералы и так далее, клетчатка, а здесь, что у нас вместе с фруктозой поступает? Поступают другие какие-нибудь переработанные сахара, поступает, что еще может поступить? Мука, и нет ни одного витамина, минерала, нет клетчатки, и, соответственно, нет эссенциальных элементов, о которых я говорила. Нам нужны эссенциальные элементы. В ягоде есть, а здесь нет. Откуда выбираем фруктозу получать? Наверное, из ягоды. Вот так, системный подход. Итак, двигаем, а могут на шоколадке написать, источник лицетина продлит вашу молодость. И как раз об этом следующий вопрос. И вот систем нужно подходить, что окружает в этом продукте то, о чем написано на упаковке. Итак, Нина спрашивает, на марафоне по питанию, который Нина проходила, была рекомендация отодвигать завтрак на 4 часа дня для увеличения времени работы гормона роста, который активировался ночью, чтобы продлевать молодость. Здесь многослойные предпосылки, правда? Есть ли в этом разумное зерно? Смотрите, давайте так, гормон роста очень прекрасно синтезируется во сне в присутствии гормона мелатонина. Когда мы спим, ну, примерно в 3-4 часа ночи, пик секреции гормона роста, мы восстанавливаемся. То есть гормон роста у нас не только за рост бицухи отвечает при наборе мышечной массы. Кстати, это очень важно. Вот к вопросу о мышечной массе очень важно восстановление, ночной хороший сон, потому что именно когда мы спим, у нас идет синтез белка, идет восстановление наше. Вот. И, соответственно, выделяется гормон роста. Если мы в это время не спим, гормон роста выделяется плохо, и, соответственно, и проблемы идут дальше с пищевым поведением. Так вот, гормон роста выделяется как-никак, то есть у него есть вот эта вот фаза, и она не зависит от того, позавтракали вы в 9 часов или в 10. Позавтракаете вы в 9 часов, и все равно вечером вы заснете, и у вас ночью выделится гормон роста. Если бы гормон роста у нас зависел от того, когда мы завтракаем, то дети бы не росли. Да, понимаете, детям очень важен гормон роста. Вот. И представляете, если ребенок, он в 9 часов... Ребенок в 9 часов поел, это что значит? У него уже не выработается на следующий день гормон роста. Это значит, всем детям надо тоже завтрак пропускать, и есть с 16 до 18. Вот, видите, такая интересная штука. То есть гормон роста, он не зависит, по сути, от того, когда вы будете завтракать, когда вы будете обедать, и когда вы будете ужинать. Как-никак у нас всегда происходят механизмы старения. То есть это нормально для нашего организма. С помощью питания и физической активности мы можем повлиять на то, чтобы замедлить физиологическое... Вот это вот всё проявление маркеров старения. И в том числе мы можем повлиять на то, чтобы замедлить внутреннее наше старение. С помощью того, чтобы антиоксидантов больше употреблять, более высокое количество белка, то есть нужную норму нашу набирать, нужную норму жиров, углеводов. То есть всё вот это поддерживать в состоянии того, как будто бы тело у нас 25-летнего человека. А 25-летний человек, он какой? Он активный, он позитивный. То есть мы занимаемся спортом, мышечную массу свою мы нарабатываем, чтобы она работала, и чтобы наши мышцы выполняли наши функции. Потому что человек в современном мире он начинает вот так вот сидеть, начиная с 25-летнего возраста, и мышцы перестают свои функции нормальные выполнять. Соответственно, мы должны думать, а вот как бы, что бы делал 25-летний человек, или я в 25-летнем возрасте. Вот таким образом. То есть данные рекомендации совершенно не согласуются со здоровым образом жизни. Гормон роста у вас и так прекрасно выделится. Формируйте здоровые основные приёмы пищи, и всё будет прекрасно. Не ходите ни на какие марафоны, потому что правила здоровой тарелки и грамотное распределение пищи по вашему дню – это вот первый шаг к антиэйдж в том числе. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Приглашаю двигаться дальше. Дмитрий Писецкий спрашивает. Рационализация или чувствование в питании? Что лучше? Исключить химию и прочие усилители вкуса и оставить условно чистые продукты? Вот с ними что делать? Кушать от ума или от аппетита на определённые продукты? Очень хороший вопрос. Смотрите, без рационализации никакого интуитивного питания не бывает. То есть сперва нужно понять, какой у вас будет продукт источником какого нутриента. Вы должны понимать, что этот продукт состоит из белков, жиров, углеводов. И того нутриента, который больше, соответственно, мы будем считать продукт источником этого нутриента в приоритете. То есть вы должны все продукты чётко разделять на группы. Из этого продукта я получаю в приоритете белок. Из этого продукта я получаю жиры. Из этого я получаю углеводы. Без знаний строения продукта, без знаний каких-то базовых по биохимии, строению питания и так далее, невозможно прийти к интуитивному питанию. То есть интуитивное питание всегда строится на базе. А база – это знание того, из каких нутриентов состоит продукт. Вот, допустим, гречка. Она состоит же не только из углеводов. Углеводов там 60 с чем-то граммов, но она состоит и из белка, и жиров там даже есть 2 грамма, немножко есть. То есть вы должны понимать, что вводя гречку в свой рацион, я получу из гречки углеводы, и в том числе и растительный белок я получу, и жиры я тоже чуть-чуть получу. Но жиры мы как бы не сильно учитываем. Дальше. Курица. Что в курице у нас? Давайте не куриную грудку возьмем, а какое-нибудь бедро куриное. Там белка достаточно высокое количество. Также там есть жиры. То есть из жиры я тоже получу. Какие жиры я получу? Насыщенные в основном. Но там есть и мононенасыщенные. То есть я там получу амега-9 тоже. Это классно. Углеводы. Углеводов там ноль. Но если я эту курицу в панировке сделаю, то соответственно количество углеводов я увеличу. Когда мы просто берем какое-то интуитивное питание, ну это не будет работать на долгосрочную перспективу. Нужно хотя бы недели две повести дневник питания в каком-то приложении, посмотреть из каких продуктов вы набираете белки, жиры, углеводы. Нужно понимать как лесенку для себя строить. Вот в этом продукте больше жиров. Чик. В этом продукте больше белка. Вот поменьше углеводов, поменьше жиров и так далее. Только на вот таком вот подсчете на самом деле строится. Но считать всю жизнь не нужно. Две недели можно повести вот этот вот в колоризаторе дневник питания. За это время вы можете повзвешивать, посмотреть, сколько состоит вот ваша обычная порция. Потом вы просто это запомните и будете уже перекладывать без подсчетов на тарелку здорового питания. И будете базировать свою тарелку на тех знаниях, которые вы получили вот в эти две недели рационального подсчета. И будете понимать, откуда вы какие нутриенты получаете. А так просто что-то там бросая интуитивно. Ой, я хочу шоколад. Ну, что это такое? Ты сложных углеводов не доел, поэтому ты шоколаду хочешь. Скорее всего. Вот так вот. Спасибо большое за столь основательный ответ на интересный вопрос. Двигаемся дальше. Аня спрашивает. Раньше постоянно кусочничала, обязательно пила чай с печеньками, шоколадом и так далее. Сейчас отношусь к питанию более ответственно. К тому же пытаюсь ограничить сахар, насколько возможно. Сколько страданий тут и усилий. Можно ли найти здоровую альтернативу углеводным перекусам? Пробовала перекусывать парой, тройкой орехов, но этого не хватает для насыщения. А можно я накидаю гипотезы, опираясь на этот вопрос, учитывая насказанное тобою выше. А потом, конечно, ты на вопрос ответишь. Желание кусочничать это, скорее всего, следствие недостатка сложных углеводов в основных приёмах пищи. И для того, чтобы компенсировать их отсутствие, организм вынуждает человека пить чай с печенками, шоколадом и так далее. И вот здесь точное действие это раскрыть основные приёмы пищи и дать соответствующую мат-часть понимания. Потому что вот здесь человек прилагает усилия, заставляет себя ограничить сахар и планирует его не есть не потому, что он планирует его не хотеть, а потому, что заставляет себя его не есть. Пробовала перекусывать парой-тройкой орехов, которым, видимо, не удалось закрыть вот этот недостаток углеводов в основных приёмах пищи. Что вы думаете по этому поводу, Мария? Да, Альберт всё правильно говорит, всё правильно начал рассуждать. Смотрите, когда человек вдруг ни с того ни с сего отказывается от сахара, вот он ел сахар и сладости различные, у него получалось, допустим, 2300 килокалорий, убрал он сахар, и у него ушли там булки на 500 килокалорий, ещё что-то, и стал он питаться на 1800 или даже может быть меньше, я же не знаю, сколько там он сахара ел. Получается, что человек ушёл в дефицит, ему голодно, но он эту энергию он не перекрыл никакими другими нутриентами, то есть в этом случае что нужно? Нужно посмотреть, набираете ли вы белок в своём рационе, потому что белок – это важный фактор сытости, белок должен быть твёрдый, если это жидкие постоянные йогуртики, вот такие вот протеиновые какие-то коктейльчики, то сытости они долго и не дают, то есть сытость в приёме пищи формирует твёрдый это нужно набирать, круп нужно не бояться, это наша энергия и это наша психологическая устойчивость нашей нервной системы. И далее это клетчатка, тоже очень важно в каждом приёме пищи иметь источник клетчатки. Отказываться от сахара героически не нужно, нужно потихоньку сокращать количество сахара, вводя на эту калорийность и с учётом того, сколько вам калорий нужно потреблять, согласно вашему образу жизни и физической активности, вводить другие различные источники нутриентов. Мы убираем сахар, убираем калораж, но нам надо как-то компенсировать вот это всё, чтобы нам не было очень голодно. То есть мы добавляем источники эссенциальных нутриентов обязательно. Таким образом. Спасибо большое, Мария. Приглашаю двигаться дальше. Вопрос от Нины Пикель. Про хлеб и сахар понятно, что всем вредно, хотя здесь это вопрос лишь пропорций, правда нет такого вредно, полезно здесь. А вот что с молочкой? Молочка, очень хороший вопрос. Смотрите, хлеб и сахар не вредны, не полезны, как я уже сказала. Мы смотрим на состав и смотрим с какой кратностью мы можем этот продукт включать согласно вашему образу жизни и уровню физической активности, когда он будет для вас ресурсом. Вот так. Далее, молочка. Молочные продукты включены во все международные рекомендации абсолютно. Если вы молочку любите, если у вас нет никаких отрицательных реакций на неё со стороны ЖКТ, нет лактазной недостаточности, непереносимости и так далее, то вы можете включать молочные продукты в свой рацион. Соответственно, они учитываются в норму белка, в норму жиров и углевода там немножко есть. Это молочный сахар лактоза, ну это простой дисахарид, который у нас в организме распадается на глюкозу и галактозу. То есть, это нормальный дисахарид молока. Далее, ограничивать молочку, когда нужно, когда действительно есть отрицательные реакции у ЖКТ, на коже и так далее. То есть, это различные какие-то индивидуальные реакции. У меня есть индивидуальные реакции на молочку. Я не делала никаких себе тестов на лактазную недостаточность, непереносимость, но я знаю, что если я молочные продукты употребляю, у меня есть некоторые отрицательные реакции, и именно поэтому я ограничиваю определенные продукты молочные в рационе. Я уже молочку не ем около 7 лет, но это не значит, что я не заменяю те нутриенты, которые поставлялись раньше с молочкой в мой рацион, чем-то другим. Я их заменяю. То есть, нельзя просто взять и отказаться от молочки. Вы тогда убираете белок, вы убираете калории, в том числе вы убираете кальций, фосфор и так далее. Вы должны понимать, чем вы замените этот пласт нутриентов. Безосновательно, если любите, отказываться нельзя. Если есть непереносимость, если есть лактазная недостаточность, вы, соответственно, с врачом все это дело регулируете, и врач уже вам говорит, от каких продуктов вам нужно отказаться. Но, тем не менее, даже если есть у вас лактазная недостаточность, допустим, частичная непереносимость лактозы, сахара, молока, то можно попробовать высокоферментированные продукты, такие как твердые сыры, допустим, пармезан, чеддер. Можно попробовать козьи продукты, из которых лактоза усваивается быстрее, потому что там немножко другой состав жиров, там будут преобладать среднецепочечные жирные кислоты. Можно попробовать безлактозные продукты, можно попробовать высокоферментированные продукты, такие, допустим, как творог, ну, допустим, вот такие продукты. И при этом ограничить количество цельного молока, иногда у людей с лактазной недостаточностью хорошо идут и кефир, и высокобелковые йогурты. Нужно просто смотреть по количеству и сразу много не есть, то есть не баночку, вот эту там 190 граммов съесть, а немножко 30 грамм, и посмотреть, как у вас реакция ЖКТ. То есть вывод в том, что молочные продукты, это такой же хороший источник нутриентов, как и птица, рыба, мясо и так далее. Бояться молочки, потому что там есть какие-то страшные штуки, не нужно. Ориентируемся на противопоказания, если они есть, и ориентируемся на индивидуальной реакции своего организма. Спасибо большое. Мария, вот такой еще вопрос. А что является компетенциями нутрициолога, и вот за какие задачи нутрициолог браться может, а за какие нет, и направлять, например, клиента уже к врачу-диетологу, например? Вопрос очень актуальный, потому что многие путают на самом деле компетенцию нутрициолога и диетолога. Давайте я поговорю сейчас про нутрициолога и чем его, соответственно, компетенция отличается от врача-диетолога. Рассмотрим нутрициолога, такого как я, у которого нет медицинского образования, у меня его нет, но у меня есть высшее инженерно-технологическое образование, инженерно-технолог общественного питания, то есть я связана непосредственно с приготовлением пищи, с проектировкой ресторанов, у меня есть тоже разряд повара, я сдавала, то есть я связана с питанием непосредственно своим высшим образованием, пять лет училась, я на технологе общественного питания. И далее я заканчивала несколько курсов повышения квалификации при РУДН, при ФПА, очень классные курсы, дальше АСИС при университете Сеченова и так далее. То есть вот такой нутрициолог, который не имеет медицинского образования. Такой человек не должен брать на себя обязанности врача. Обязанности врача это все, что связано с диагностикой, с анализами различными, с назначением БАД, с назначением лекарственных средств, с интерпретацией и расшифровкой анализов. То есть у нас есть уголовная статья, это незаконное осуществление фармацевтической деятельности в нашей стране. У меня даже есть ролик по этому поводу и ссылочка на эту статью у меня дана под этим роликом. Фармацевтическую медицинскую деятельность могут осуществлять люди, только имеющие соответственно медицинское образование и имеющие аккредитацию для занятия данной деятельностью. Лабораторные различные анализы и исследования подходят под графу диагностика. То есть это диагностика и на основании жала пациента соответственно врач принимает решение о наличии какого-то заболевания. У нутрициолога без медицинского образования клиенты называются именно клиентами, не пациентами. Пациенты это люди у врача, то есть два совершенно разных человека. То есть нутрициолог профилактирует наступление различных хронических заболеваний. Это очень актуально на самом деле. Хронические заболевания связаны с нашим образом жизни, несбалансированным питанием и с отсутствием физической активности. Это такие заболевания как сахарный диабет, ожирение, инсулино-резистентность, повышенное давление, это также нарушение липидного профиля крови, атеросклероз. Это одни из заболеваний различных суставов и так далее, опорно-двигательного аппарата. Всех этих заболеваний можно избежать, если рационально питаться. Врач работает с людьми, у которых уже есть это заболевание, то есть он лечит, не профилактирует, он лечит уже наступившее заболевание. Врач как раз учился в университете 6 лет и далее в ординатуре. Это сложное базовое образование, и оно не сравнится ни с какими курсами нутрициолога, даже 3 месяца, 6 месяцев, да какая разница. База, которую дают намного глубже, чем база любого нутрициолога. Поэтому компетенции врача нужно оставить врачам, это лечение, а вот профилактика, это на самом деле очень классная, интересная работа, она широкая. То есть это и внедрение пищевых привычек, это расширение рациона человека, это развенчивание различных мифов. Вот сколько сегодня мы с вами мифов уже затронули и про глютен, и про молочку, и про диеты различные, и на самом деле в интернете их полно, и вот хотя бы вот это человеку рассказать, теорию рассказать, что такое белки, жиры и углеводы, что кусок мяса это там белки, столько-то жиров и ноль углеводов, а если ты добавишь муку, то ты углеводы добавишь, а если ты в сале это в жире пожаришь и масло ГХИ добавишь, то ты туда еще добавишь насыщенных жиров, нужны ли они тебе, чтобы человек вот так вот делал причинно-следственной связи, вот так выстраивал в своем мозгу, когда он что-то видит, конфету видит, что там в составе, сахара и жиры, какие сахара рафинированные, неприродные, с чем поступать с насыщенными жирами, нужно мне это, ну вот я вот хорошенько подумаю на эту калорийность, я могу съесть, допустим, столько-то грамм гречки, столько-то грамм мяса, чтобы человек хотя бы вот так делал, не разбором анализа, учить своих клиентов, а учить их разбирать составы продуктов питания, человек пришел, посмотрел состав, разобрал, увидел то, что нужно, сделал выводы, ну вот так, то есть не нужно нутрициологу залезать в компетенции врача, потому что нутрициолога на самом деле огромное количество занятий, оздоровления, введения новых привычек, повышения уровня энергии, качества жизни, из хаотичного рациона все-таки сделать вот такую стандартную систему, хорошую, да, питание, чтобы человек понимал, из каких продуктов ему каждый прием пищи составлять, четкое, чтобы было понимание, а не так, что вот что-то там у меня происходит в организме, что там у меня, от токсинов что-то там очищается непонятное. То есть нутрициолог не может читать анализы, назначать препараты, говорить, что он работает с пациентами, не может, это не его компетенция. Да, это не его компетенция, но нутрициолог – это профилактика заболеваний различных с помощью здорового, сбалансированного питания, это белки, жиры, углеводы, введение здоровой тарелки питания. Спасибо большое. Мария, приглашаю совсем скоро плавно завершать, и еще вот есть ряд небольших вопросов, хотя, может, для кого-то это целый мир. Мария, такой вопрос. Как вы считаете, как ты считаешь? Вот представь человека, который совершенно пока не в теме. Какие белки, жиры, углеводы? Что значит сложные и простые? Чего вы от меня хотите? Какие монопродукты? Какой бы ты обозначил ему план шагов первых для того, чтобы в эту тему войти? Вот он недоумевает, почему я постоянно хочу пить чай с печенками, и чем это вызвано? Ну, это же интуитивное питание, может, организм знает сам, что лучше принимать в пищу. И вот человек, который выбирает совершать первые шаги в этом направлении, чтобы ты такому написала на стене, на листе бумаги, не заставляла бы читать. Но вот такие шаги, такой план действий на первое время. Поделись, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Это очень хороший вопрос. И я бы всем советовала взять и начать изучать правила здоровой тарелки. Вот просто его одного. Ничего не нужно считать, ничего не нужно специально никуда лезть. Можно в интернете посмотреть, что это такое. Можно у меня есть на ютубе ролик, называется «Правила здоровой тарелки без подсчета калорий». Посмотреть на эту тарелку и посмотреть на те нутриенты, на то, что там есть в составе. И попробовать потихонечку примерно такие же комбинации составлять из знакомых вам продуктов в каждом приеме пищи. То есть, чтобы в каждом приеме пищи у вас на тарелке лежал белок, твердый, сложные углеводы, клетчатка. Ctrl-C, Ctrl-V. Во второй прием пищи меняем белок, сложные углеводы и клетчатка. То есть, в каждом приеме пищи, чтобы была вот эта вот здоровая тарелка. Потихоньку, начиная, допустим, с завтрака. Если вы не завтракаете по правилу тарелки, то просто соедините следующие нутриенты. То есть, сложный углевод, каша, белок, яйцо, клетчатка, ягоды. То есть, не обязательно это как тарелку-то выкладывать, можно и в форме каши. И потихонечку вы, как сказать, ситуация сама вас обяжет уже посмотреть, так, вот тут гречка, а что еще? Вот есть, да, как гречка, такой же сложный углевод. И вы увидите там список где-нибудь в интернете, что есть и бурый, рис, и красный, и такое, и такое. То есть, вы уже потихонечку начинаете играться и расширять здесь ассортимент. Так, вот здесь курица на картинке, а что еще есть? Какие источники белка есть? Так, есть мясо, есть рыба, так, есть голень куриная, так, ну я вот, наверное, сегодня голень возьму, куриную, и возьму другой источник углевода вместо гречки, рис возьму. Так, ну вот тут огурец, в принципе, все понятно, можно добавить еще немножко салата. То есть, внедрять потихоньку правила здоровой тарелки и всегда понимать, что в каждом приеме пищи должно быть сложный углевод, белок твердый, клетчатка и постоянно для себя это проговаривать и полезные жиры. Сложный углевод, белок, клетчатка, полезные жиры. Обед, сложный углевод, белок, клетчатка, полезные жиры. И каждый свой прием пищи можно даже проверить, есть ли у вас что-то из этого, а если нет, то значит, надо чего-то добавить, того, чего пока нет. Вот, то есть, с правила здоровой тарелки. Спасибо большое. Мария, я вот представил себя на месте зрителя, который изучил внимательно этот урок «Наше с тобой общение». Написал вот такой, может быть, конспект, а может быть, даже больше, плавно продвигаясь по уроку. И в завершении появилась мысль, а можно ли обратиться к Марии индивидуально, чтобы с тобой разрабатывать ответы на актуальные вопросы, связанные с питанием своим, своей семьи? Личная работа с тобою возможна? Да, конечно. Личная работа со мной возможна. Я провожу консультации. Также у меня есть экспресс-обучение личное и есть обучение на моём курсе. У меня всё это, все контакты даны и на моём канале YouTube, соответственно, под каждым роликом. У меня есть сайт mariasafina.ru. Там много бесплатных материалов. Я вообще люблю публиковать разные бесплатные материалы именно по базе здорового питания. Я считаю, что они должны быть в бесплатном доступе. Ну, зачем мне как-то скрывать данные о белках, жирах и углеводах, если они помогут людям их питание начать правильно строить? Есть другие вопросы, которые у меня, допустим, на курсе рассматриваются только в закрытом доступе, для которых нужна база, которой нерационально просто так вот выкладывать и давать, потому что человек, ещё просто не освоивший базу, он к ним не готов. Поэтому, да, я буду рада быть полезной для вас в качестве нутрициолога с помощью и своего курса, и личных консультаций, и своего мини-обучения. Так, то есть можно обратиться к тебе для ответов на вопросы, можно обратиться к тебе за обучением экспресс-индивидуальным, и можно стать участником курса, я помню, ты мне показывала, где ты даёшь обратную связь с каждому участнику, где он выполняет задания, фотографирует свои тарелки, и ты это комментируешь. И там также изучает он уроки, правильно? Да, конечно, курс у меня полностью с обратной связью, то есть у меня нет таких тарифов, каких-то, где нет обратной связи, я человека бросаю по любому вопросу возникающему. Человек, соответственно, может сразу мне написать, у нас есть чат, мы с клиентами, с моими уважаемыми, которые участвуют в курсе, с участниками общаемся постоянно. Любой вопрос, который связан не только с уроком, но и вообще с здоровым образом жизни, не с внедрением каких-то привычек, бывает и по семье спрашивают, и ещё какие-то разные вопросы, я обязательно отвечаю, интересности разные скидываю, отвечаю не там да, нет, а действительно интересные разные ответы у меня развернуты, там есть. У меня, кстати, есть примеры общения меня и моих участников курса, моего чата на моём сайте, можете посмотреть тоже в описании курса, всё есть. Фотографии здоровых тарелок обязательно, учимся составлять свои здоровые тарелки на курсе. Да, Мария, спасибо большое. Очень интересная бизнес-модель у Марии, что уроки колоссальные, полезные, по базе, в открытом доступе. Особенность курса в наличии обратной связи от Марии с фотографиями участников их рациона и тарелок, и Мария даёт обратную связь, что можно добавить, убрать, скорректировать. Мария, если я являюсь нутрициологом, недавно окончившим соответствующее учебное заведение, но у меня не хватает пока уверенности работать с клиентами или есть вопросы, к тебе с такими задачами можно обращаться? Как нутрициолог менее опытный, к более опытному, например. Можно, да, можно ко мне обращаться. Вместе с тобой подумать о каких-то задачах. Рекомендую, с чего можно начать, соответственно. Мария, эти два часа пролетели, как у тебя ощущение времени? Очень быстро пролетели, очень много полезной информации, проговорили, озвучили. Я надеюсь, что вы возьмёте для себя что-то из неё полезное и уже начнёте внедрять. Ну и лучшим образом, я честно признаюсь, не все вопросы я Машеньке задал, которые вы для меня подготовили. Если у вас будет желание, чтобы я пригласил Марию ещё на такой выпуск, то вы можете смело написать об этом в комментариях. Это может быть и вторая серия нашего общения с Машенькой. Напишите в комментариях, если посчитаете нужным. Также пишите вопросы, которые я могу Марии задать. Знаете, что если вы будете писать вопросы Марии в комментариях к этому уроку, то с вероятностью крайне высокая Машенька не будет отвечать на вопросы. Правильно? Тут требуется обстоятельный подход. Но вы можете подписаться на мой Телеграм-канал и найти там Альберт Сафин. Большой привет! Найти там пост, посвящённый моему общению с Марией. И там в комментариях вопросы вставить. То есть, если будет второй выпуск, я открою тот пост и оттуда вопросы буду брать. Я примерно половину вопросов, заготовленных вами, Машеньке задал. Можете смело вопросы ваши писать и писать ваши пожелания насчёт возможного второй серии с Марией. Благодарю тебя за сказанное выше. Я уплотнил тебе знания, которые уже есть. И спасибо тебе за то, что я для тебя супруг, а не клиент. У нас очень мягкое. Не бывало такого, что я, бывает, и чипсы могу дома поесть, и сухарики, если захочется. Я ни разу не ловил обвиняющего взгляда или что-то здесь не то. И тоже важный момент. Вот этот плавных диффузных изменений, когда я плавно находил себя на том, что действительно здорово поесть монопродукты со сложными углеводами. Классно, когда я чай не пью. С сладостями я имею в виду в перерывах между основными приёмами пищи. Это вот твой профессионализм. Мягкий, плавный подход своим примером. Да я и в зал-то начал ходить и заниматься. Я сейчас 2-3 раза в неделю занимаюсь в спортзале плавно, без подвигов, чтобы компенсировать сидячий образ жизни, мышцы спины, таза, поясницы. Потому что беру с тебя пример. Машенька меня вдохновляет на работу над собой. Тоже важный момент. Поэтому я рад был посвятить этот выпуск общению с тобой. Это первый выпуск в формате как подкаст, интервью с Альбертом. Тоже пишите в комментариях, как вам. Видите, моя задача была вопросы задавать и вместе с вами исследовать на них ответы. И, Машенька, есть какая-то мысль, идея как заключительное слово и приглашаю завершать. Большое спасибо, Альберт, что ты меня пригласил. Очень была интересная беседа. Большое спасибо за внимание. Да. Тебе спасибо, уважаемые зрители. И вам большое спасибо. Смело пишите в комментариях ваши впечатления, пожелания, накопившиеся наблюдения. Как дела? Большой привет. До скорых встреч, мои дорогие. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова